так раз два три всем привет я надеюсь меня слышно напишите пожалуйста по 10 шкале насколько хорошо меня слышно давайте ручками пишите так 9 10 10 10 окей даже 15 окей окей отлично хорошо да звук есть напишите пожалуйста кто-нибудь в чате что звук есть что у нас все хорошо окей 7 часов собственно как мы обещали мы начинаем на связи александр залогин скоро ко мне присоединится александр дунаев и мы начинаем наш вечерний семинар как быстро стартовать опытовый бизнес без вложений за пять дней так окей хорошо звук мы проверили давайте как обычно по традиции напишите пожалуйста кто из какого города кто откуда у нас сегодня кто нас слушает вообще очень интересно понять так калуга ростов барнаул москва прага омск питер чебоксары питер томск нижний вартовск верь одесса нижний новгород стерлит амак екатеринбург окей хорошо ну как я вижу сегодня в принципе в основном снг город казахстан у кого-то отличный город наверное окей ребят хорошо вижу все равно география сильно большая и целом городов очень много окей давайте начнем по формату работу сразу то есть как мы сегодня будем работать сегодня у нас с александром для вас очень много информации до информации практической информации которую можно и нужно внедрять но соответственно сегодня в рамках такой ограниченности по времени мы физически не сможем вам рассказать все о чем вообще в принципе потенциально можем рассказать поэтому по формату просто чтобы вы понимали и потом не обижались на все ваши вопросы которые вы задаете в чате мы будем отвечать выборочно да то есть не на все вопросы правила чата значит любой флот любой спам реклама каких-то левых сайтов какие-то ссылки это сразу пожизненный бан в данном чате то есть вы больше никогда в жизни сюда зайти не сможете если вам по формату значит это не нравится можете прям сейчас закрывать данный вебинар и больше туда никогда не заходить для тех кто согласен с данным форматом работы соответственно пишите напишите в чате 55 чтобы я понимал что все понятно так вижу 55 пошли по поводу записи кто-то задал вопрос записей не будет то есть записи высылаться не будут по длительности опять же сказать сложно окей хорошо ребят смотрите по поводу сегодняшнего семинара саш пролистни пожалуйста слайд сейчас александр пролистнет слайд так а сегодня вообще по ходу нашего онлайн семинара будет очень много бонусов просто сегодня будет море призов сегодня будем вам раздавать течение всего семинара чё будем раздавать во первых будем раздавать 7 часовой кастомарафон опытовый бизнес нуля первые 50 шагов созданию своей опытовой компании этот кастомарафон длится реально 7 часов то есть там 7 часов выжимок да из практики соответственно там есть все чек-листы агентские договора примеры коммерческих предложений так далее то есть там есть очень и очень много информации данный кастомарафон я никогда не раздавал бесплатно но соответственно сегодня в качестве такого небольшого эксклюзива я решил сделать вам подарок это первое а второй бонус который мы сегодня с александром будем раздавать это 6-часовой кастомарафон 20 21 проверенный способ заработка в интернет с нуля этот кастомарафон который мы с александр дунаевым проводили по моему в марте тоже длится 6 часов тоже одни выжимки то есть такой фреш практики фреш тех знаний которые можно внедрять вот и соответственно третий бонус александр прошу перевеснуть слайд сегодня у нас третий такой бонус этот бонус для самых быстрых для самых активных для тех кто не тормозит сегодня у нас бонус скидка на 20 дневный 21 дневный тренинг быстрый старт в опте средний блок данного тренинга стоит 9 900 но для трех первых писем которые прямо сейчас придут на email который видите на слайде соответственно вы сможете всего за 100 долларов только для первых трех человек я прямо сейчас то есть прямо сейчас открываю почту в режиме в режиме реального времени и соответственно смотрим ваши письма письме можете все что угодно написать то есть абсолютно все равно так сейчас секундочку открывая почту сейчас 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 очень долго грузится сейчас сейчас наверное почта виснет так у меня открылась значит первый у нас надегин николай а николай если вы тут напишите пожалуйста в чате плюсик второй у нас алексей я не знаю как у него фамилия алексей . лавр собака gmail.com а и третий у нас юлия юлия email скидка веб собака gmail.com ребят кто собственно кто собственно попал напишите в чате что это вы с вами свяжется менеджер наталья и соответственно расскажет вам все детали да как все это дело оформить скачать так далее окей хорошо кейт пишет давайте начинать уже кейт ну в принципе вы можете выйти то есть мы будем вещать так как мы хотим поэтому мне глубоко все равно да как вам удобно окей хорошо по таким призам принципе все сегодня в течение нашего как бы тренинга у нас будет несколько таких розыгрышей соответственно для тех кто будет самый быстрый просто следите по ходу за семинаром и соответственно тормозите окей хорошо а сейчас мы поговорим вообще о том кто мы такие да и собственно говоря почему про это можем рассказывать а как вы прекрасно знаете да сейчас в интернете есть куча людей которые ну такие знаете теоретики которые знают как но почему-то по каким-то причинам сами это не делали как бы чтобы вы понимали да почему вообще про это вам рассказываем какое моральное право имеем про это говорить а сейчас немножко представимся сейчас я передам слово александру дунаеву он расскажет потом кто он такой почему он об этом рассказывает потом немножко дополню я александр передаете слово омпад о о о Продолжение следует... 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 Мне постоянно интересны разные новые проекты, новые ресурсы, то есть постоянно мы берем планку «выше». Если вы не были у нас на сайте, можете посмотреть проектный результат, на результат.ком. Это информационный проект, там, где я делюсь своим опытом о том, как можно стартовать с нуля, как можно масштабироваться, с чего можно начинать и так далее. То есть очень много практической информации. Так, здесь вопрос есть, ты продаешь металл по агентскому договору. Ну, у меня уже уровень повыше, то есть агентский договор – это самая первая ступенька, когда начинается с нуля. То есть когда абсолютно нет ничего, и берем, и агентский договор, и делаем все с нуля. У меня сейчас немножко другая схема, я уже вырос из агентских договоров. Вот, поэтому, ну, я вам об этом еще буду рассказывать, то есть это отдельная тема, это достаточно долго. Вот, если говорить о количестве проектов, сейчас я веду порядка восьми разных параллельно проектов, которые приносят мне деньги. Параллельно с этим занимаюсь инвестированием на валютном рынке, ну, такое хобби, знаете, слегка. И, да, вот, кому нужна была ссылка на сайт, вот. Ну, и параллельно с этим, то есть, естественно, я провожу различные вебинары, участвую в различных мероприятиях, сам очень многому учусь, пропускаю через себя тонны информации, внедряю это в своих проектах, в своих бизнесах, ну, и передаю это в жадр в виде вам. Так, кстати, без одной буквы, я не знаю, я не знаю, на что он похож. Окей, это вот вкратце обо мне, да, мой практический опыт, ну, в бизнесе более трех лет. Поначинал я всего лишь с продажи косметики по каталогу, потом был сетевой маркетинг, потом что-то еще, но очень много всего я делал, как бы, да, но сейчас в этом месте мы пробиваем планку на миллион. Так, какие у меня бизнес и личные цели, Роман? Я вам об этом расскажу. Сайта нет, упал. Отлично, ребят, молодцы. Все работало, прям вот, ну, по крайней мере, когда мы настраивали директ, все работало. Ну, видимо, что-то там с костингом, потому что, ну, или ошибся с буквой, да. Ну, всякое бывает, в общем, посмотрите. У меня все работает. Если у вас не работает, значит, не повезло. Такое в жизни бывает. Иногда людям не везет, и с этим, к сожалению, ничего не сделать. Вот. Я являюсь ключевым партнером в ряде проектов. Так, если уже есть деньги, опыт и работающий бизнес, да, будет, как раз для вас будет что-то полезное. Рус, я вас хочу выгнать, у меня просто, ну, есть страстное желание отправить вас отдыхать. До свидания. Почему-то, вот, я очень редко ошибаюсь в людях. Вообще, бизнес, отношения между людьми, это философия, я не буду сейчас дотягивать. Я очень редко ошибаюсь в людях, я даже по комментариям и по вопросам вижу, у кого что получится, у кого нет, у кого в голове куча тараканов и убеждений, у кого проще сразу послать далеко, чтобы не тратить ни себе, ни ему время. Вот, это коротко обо мне, я думаю, что этой информации вам уже достаточно, чтобы примерно понимать, стоит ли меня слушать или нет. Ну, и вообще, чтобы было еще более понятно, моя ключевая компетенция – это продажи. Я получаю огромный кайф от продаж, я очень люблю продавать, люблю продавать все. То есть, все, что вот в рамках закона, в рамках величия, да, я могу это продать. То есть, мне комфортно, я люблю продавать вживую, по телефону, через интернет, через сайты. Это моя страсть. То есть, мне действительно нравится это делать, и, ну, в любой нише, в принципе, да, я могу очень быстро в нее внеснуть и начать продавать в ней. И, как вы знаете, продажа – это ключевой навык в бизнесе, который нужно прокачивать. Ну да, типа того, все, что к полу не примет. Вот, все способы и модели, о которых мы сегодня будем говорить, об автомом бизнесе, о других всяких штуках, я опробовал лично на себе. Я лично знаю, что такое ездить на отгрузке, что такое общаться с поставщиками. Я лично знаю, что такое, да, как бы разные всякие ситуации, когда машина не приезжает, когда тебя не грузят, когда там обед, когда отгрузка закончилась, когда ты задерживаешь партию и так далее. Я через все это прошел, прохожу, и как, ну, это нормально абсолютно, с этим всем можно справляться. Окей, я передаю сейчас слово Александру Залогину, он расскажет о себе, и вы, в принципе, решите, оставаться ли вам сейчас с нами, или же пойти попить кофе, посмотреть новости, что там показывают в это время, и продолжать делать то, что вы и без этого делали. Саша, передаю тебе... Так, раз, два, три, меня слышно? Напишите, пожалуйста, плюсик, если слышно, потому что у меня почему-то эквалайзер завис. Ребята, слышно ли меня? Ага, окей, все, слышно, хорошо, продолжаем. Ну, я, наверное, буду менее, точнее, более краток, чем Александр, вкратце о себе, то есть в бизнесе я уже, ну, давайте так, то есть я не очень давно, это порядка двух лет, которые я занимаюсь бизнесом всяческим. Вообще, кто когда-нибудь был на моих каких-то мероприятиях, что-то слышал обо мне, где-то читал, напишите цифру 8, пишите 8, если вы что-то слышали, читали и так далее. Восьмерочки, давайте, ручками пишите. Есть такой интересный парадокс, что когда вы не только слушаете, не только что-то читаете, но еще и что-то делаете в этот момент, информация устраивается намного лучше. Окей, вижу много восьмерок, прикольно, хорошо. Ну, начинал я свой бизнес как-то не странно с розницы, это мой первый проект, который был фонарики5.ру. Ну, это гильдерская сеть по продаже небесных фонариков. Начиналась она с абсолютного нуля, то есть когда у нее не было вообще ничего. Изначально это был какой-то интернет-магазин, который сделан буквально на коленке. В процессе мы его отмасштабировали, это получилась оптовая компания с 20 филиалами по всей России, оптовым складом и так далее. То есть все это было. Но это уже последняя стадия, в итоге я данную фирму продал. Соответственно, когда я только занимался розницей, у меня только был розничный бизнес, который приносил деньги, мне тем не менее хотелось чем-то оптовым еще заниматься. Я на тот момент уже услышал о такой концепции, как посреднический опт, то есть я слышал от людей, которые уже что-то продают оптом и как бы зарабатывают нормальные деньги. На тот момент в фонариках я зарабатывал, наверное, 1090 в месяц. Ну, это сугубо розница была. Мы начинали потихонечку от кроводилеров и появилось желание как бы еще попробовать себя в более серьезном бизнесе. Почему? Потому что продавая фонарики, конечно, все прикольно. То есть многие и в моем возрасте, и я когда-то только мог мечтать о том, как там зарабатывать 90 или 100 тысяч в месяц. Но как бы там появились такие моральные предубеждения, что говорить людям о том, что я продаю фонарики, ну это как-то не серьезно. Потому что общаясь в какой-нибудь бизнес-тусовке, там один говорит, я там продаю металлопрокат, другой говорит, я продаю марматуру, а я такой, а я продаю небесные фонарики. Ну, как-то не солидно звучит. В общем, решил попробовать. Первая ниша, в которую я пошел в опте, которая у меня хорошо выстрелила, это оптовые продажи инертных материалов. То есть это щебень, песок, гравий, отсев и так далее. Туда же есть сайт nergs.ru, сайт уродский, отвратительный и еще я его продал. Но, тем не менее, этот сайт тоже продавал. Он неплохо сделан с маркетинговой точки зрения, но чисто визуально он просто отвратительный и некрасивый. Можете зайти посмотреть. Соответственно, начинал я с инерта, потихоньку, помаленьку, как бы о результатах я уже неоднократно рассказывал. Наверное, это все, о чем может мечтать среднестатистический человек, которому 20 лет. Я купил себе квартиру, машину, еще остались деньги на отдых и так далее. Прозанимался инертом я до конца лета прошлого года. Потом как бы сезон закончился и, соответственно, строительство встало. Ну и у меня, соответственно, тоже встал вопрос насчет того, чем заниматься дальше. Мы с моим партнером открыли еще одно направление. Это оптовые продажи плодо-овощной продукции. Это вот сайт, можете зайти, stu93.ru. То есть мы начинали с продаж яблок и параллельно начали потом продавать все подряд. И картошку, и морковку, и свеклу, там все что угодно. То есть можете зайти на сайт и посмотреть. Данный проект в данный момент мы забросили. Почему? Потому что стало тупо неинтересно. Ну лично мне, да. Партнеру тоже не очень захотелось этим дальше заниматься. Но как бы денег было заработано достаточно. А сейчас, вот если говорить о сегодняшних проектах, сейчас мы создаем банк. Ну банк не какой-то сбербанк, а банк микрофинансирования. И у нас стоит большая задача, такая амбициозная, сделать его банком микрофинансирования вообще номер один в России. Ну как бы я сейчас не буду в детали ударяться, потому что, наверное, лучше говорить о результатах, чем о каких-то планах. Когда будут результаты, я этим обязательно поделюсь. Вот. Окей, хорошо. Это то, что касается меня. Тут парочку вопросов. Вы продавали только через сайт онлайн. Ну, по сути, да. То есть у нас каналы Литгена, каналы привлечения клиентов были только через интернет. Это сайт, это директ, это доски объявлений и так далее. Так. Виктор что-то высчитывает. Одна сделка равно 150, x10 сделок равно квартира. Нет. Квартира там получилась в миллион. Я купил небольшую квартиру. Как бы она больше не хватила на тот момент. К сожалению. Но получилось там чуть менее миллион. Бизнесмена финансировать. Нет. Финансировать обычных людей. Сделать доступными займы. Всем подряд. По большей части. И так далее. Ну, давайте не будем в это ударяться. Сегодня у нас тема опта. И сегодня вообще давайте перейдем к теме опта. То есть мы сейчас представились. Я думаю, многие из вас уже сделали выводы насчет того, стоит ли нам доверять, не стоит ли нам доверять и так далее. Сейчас мы поговорим об опте. Вообще, что такое опт в качестве посредника? Я сегодня вот поинтересовал эту замечательную схему, которая, ну, по сути объясняет вообще все. Как работает посреднический опыт. Да, чтобы не углубляться, я думаю, все вы прекрасно понимаете, что работает он следующим образом, что, соответственно, на одном конце города или страны есть поставщик. На другом конце города или страны есть клиент. И посередине есть вы, который этих клиентов сводит. Клиентов и поставщиков сводит. Соответственно, ну, по сути, да, если вкратце, оптовый бизнес в качестве посредника – это бизнес, когда вы сводите поставщиков с клиентами, зарабатывая на, ну, по сути, их сведение. То есть вы такая бизнес-сваха, получается. Вот, мы находим клиентов, находим поставщиков и, как бы, отдаем клиентов поставщику за небольшое агентское вознаграждение. Так, кто-то пишет, нет звука. Ребят, есть ли звук? Напишите, пожалуйста, плюсик. Плюсик, плюсик. Да, окей, значит, все-таки у Ольги нет звука. Ладно, продолжаем. Вообще, почему опт, да, почему мы о нем говорим, почему опт работает именно сейчас? Саш, перелесни, пожалуйста, слайд. Я там добавил небольшую схему. Почему мы занимаемся именно оптом по большей части, ну, особенно я? Да, потому что, на самом деле, если сейчас у нас сфера ритейла, да, то есть розничных продаж кое-как нормализовалась, то есть ушли те времена, когда были какие-то ларьки, какие-то непонятные палатки, то есть сейчас все более или менее централизовано, да, то есть ритейл как бы стал более таким, отцивилизованным. То, соответственно, в опте, да, оптовый бизнес и B2B продажи, они находятся до сих пор в большинстве случаев в зачаточном состоянии. Почему так происходит? Да, все вы прекрасно знаете, что когда-то был СССР, когда-то он распался. И, соответственно, так как у нас была одна из самых, наверное, мощнейших производственных промышленных стран, которая производила буквально все и обеспечивала в себя полностью, у нас осталась куча заводов, да, которые кто-то там приватизировал, кто-то еще как-то, кто-то продал, разорил и так далее. Но заводы в любом случае остались. У меня вот, к сожалению, не получилось найти карту именно с заводами, но, тем не менее, заводов сейчас большое количество, если говорить о таком понимании в рамках страны. И, соответственно, кто сейчас руководит, то есть кто там в оптовых продажах? Саша, пересни, пожалуйста, слайд. Так, я вам сейчас покажу просто наглядный, значит, пример. Кто сейчас вообще рулит этими заводами? Я специально искал эту фотку, наверное, потратил минут 20, потому что, ну, мне хотелось очень сильно передать, ну, какого рода мужчины, какой типаж мужчин, которые руководят, значит, такого рода предприятием. Абсолютно никакого скептиса, ребят, я ни в коем случае не хочу оскорбить этого мужчину и вообще оптовиков в целом, но, ну, это типовой человек, то есть я их повидал очень много. И вот это прям, ну, типаж идеальный. Это человек, который, собственно, ему от 40 лет, там, от 40 до 60 лет он продает оптом. И что примечательно? Примечательно то, что, как бы, ну, примечательно для нас, что основные источники привлечения клиентов для такого человека являются либо сарафанное радио, либо какие-то старые, ну, уже налаженные каналы сбыта. И, соответственно, тут возникает вопрос, да, как бы эти люди, с одной стороны, хотят получать больше клиентов, потому что хотят больше денег, с другой стороны, они напрочь, просто напрочь отрицают современные каналы сбыта. То есть интернет, интернет-продажи, какой-то маркетинг элементарный. Мы сейчас не говорим о какой-то тенденции, то есть мы говорим просто о большинстве. То есть нельзя сказать, что прям все. Есть куча компаний, которые отлично себя продвигают в том же интернете, им сроду посредники не нужны. Но я говорю о подавляющем большинстве. То есть сейчас куча предприятий, которые не могут себя нормально продать. Их клиенты банально не могут найти. С другой стороны, да, Саш, пересни, пожалуйста, слайд. С другой стороны, есть куча клиентов. И сейчас с бурным развитием интернета, сейчас все больше компаний, больше отделов закупок ищут поставщиков потенциальных именно через интернет. Потому что это быстрее. Потому что, ну, по факту, это дает возможность искать поставщика в любом конце России. Да, банально даже зайдя на то же Авито, да, или там AllBiz. Но, соответственно, зачастую клиенты не могут находить тех поставщиков, которые нифига не рекламятся, как ни странно. И как на этом можете заработать вы? Вы, соответственно, можете помочь поставщику найти клиентов, которые идут через интернет за определенный процент. Да, соответственно, вы можете пойти в нишу, в которой есть хороший спрос, массовый спрос и просто, соответственно, зарабатывать деньги. Да, тут, разумеется, возникает вопрос. Да, вот у кого есть такой вопрос? Типа, с какой стати, вот, какого черта поставщик будет мне платить деньги? Да, ведь я посредник, я, как бы, спекулянт. Почему мне должен поставщик деньги платить? У кого есть такой вопрос? Напишите, пожалуйста, плюсик. Плюс, 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 плюс. Отлично, хорошо. Это достаточно частое заблуждение. Опять же, то есть мы сейчас не говорим категорично, что везде так происходит. Мы говорим о большинстве, то есть о тех людях, с которыми работал я и, как бы, сталкивался я. Опять же, соответственно, если у вас есть такой вопрос, что поставщик вас кинет, вот подумайте сами. У нас вообще вот в рамках наших тренингов, например, того же там быстрый старт в опте, который у нас стартует, мы разбираем такую концепцию. Когда мы сначала создаем клиентский спрос, то есть мы сначала получаем клиентов, мы сначала привлекаем клиентов, которые уже хотят купить хорошие объемы, на которых вы можете деньги заработать. А потом уже с этими клиентами мы идем к поставщику, которого мы находим и которому говорим. Вот поставщик, слушай, у меня сейчас есть 5 клиентов, там, значит, суммарный объем такой-то, вот, ну, по деньгам 500 тысяч, как бы, заказов. Тебе вообще в целом было бы интересно им продать. Это при том, что поставщик сидит без клиентов, потому что работает через сарафанное радио, еще ругается на конкурентов, потому что говорит, что конкуренты у него отнимают, там, кучу клиентов и так далее. И вы к нему приходите и говорите, дружище, тебе надо 500 тысяч, вот, на, на 500 тысяч. Как вы думаете, что он скажет? Смотрите, он может сказать вам нет, если вы к нему неправильно подошли, неправильно продали. Или, допустим, вы позвонили поставщику, а труп его взяла от секретарши, вы начали это все рассказывать секретарше. Соответственно, в этом случае почему-то он не захочет с вами работать. Если вы все сделали правильно, если вы достучались до человека, который принимает решение, он, конечно же, скажет да. Потому что, ну, согласитесь, глупо сказать нет. То есть, человек пришел, говорит, надо денег. Он говорит, нет, нам хватает, нам больше не надо, мы вот по мере живем. Такого, естественно, не будет. Такого, естественно, не будет. Значит, с другой же стороны, да, как бы, если вы начинаете работать с поставщиком, то какой плюс для поставщика? Вы, по сути, волк, который кормит себя сам. Или как это правильно? Волки, ноги, значит, ноги волка кормят, да. То есть, вы кормите себя сами. То есть, вы не сидите в штате, вы не играете в косынку, вы не сидите в офисе, не играете у него в косынку, да, и что-то там зарплату у него не просите. Вы к нему приходите, конкретно говорите, есть ли клиент. То есть, по сути, вы являетесь таким бесплатным менеджером по продажам, которого не нужно мотивировать, не нужно пинать, не нужно следить за ним. Он сам берет, сам приходит, сам приносит и, соответственно, требует за это небольшой откат. То есть, в принципе, по большому счету, 80% случаев восприятия вас как посредника поставщиком при правильном подходе, это более чем адекватно. То есть, это очень частое заблуждение, что поставщик не будет с вами работать. Будет и будет работать как миленький. То есть, это уже доказано, наверное, четырьмя потоками быстрых денег в опте, которые я проводил, несколькими тренингами, кастом-марафонами, читателями книг и так далее. То есть, это все более чем работает. Это то, что касается посреднического опта. Что там у нас? Александр, уже не первый ваш вебинар. Вижу, есть пара вопросов, на которые не ответили. Когда будет вопрос-ответ? Можете задавать в процессе, будем параллельно отвечать. У поставщиков свои менеджеры по продажам. Зачастую, да, и зачастую даже с ними тоже можно сработаться за определенный откат. А как стать посредником в начале? Документы какие нужны? Ну, вот, собственно, об этом мы сегодня поговорим. То есть, мы сегодня поговорим о том, как зарабатывать много денег, работая посредником. Как это сделать правильно, как сделать так, чтобы вас не обманули. И как работать не за пять копеек, а за нормальные деньги, которые будет тратить время. Окей, хорошо. Хорошо, давайте сейчас поговорим о том, вообще, в каких нишах это работает. Потому что это, ну, такой достаточно частый вопрос. Типа, а вот если я возьму нишу, там, соленые огурцы оптом, будут ли они работать или не будут работать? Или, там, я не знаю, еще что-то. Карандаши оптом будут работать или не работать? Сейчас давайте поговорим о том, вообще, в каких нишах это реально работает. То есть, по нашему опыту, по опыту учеников, как это работает. Я сейчас передаю слово Александру, он начнет, а я немножко потом добавлю. Саш, передаю тебе слово. Кстати, пожалуйста, семерки, если есть звук и если меня слышно. Прежде чем я расскажу немножко о нишах, в которых работает топ, я бы хотел здесь немного покомментировать. Я сейчас сидел и читал чат. У меня, благо, было времени, да, то есть я не отвлекаюсь от вебинара. Я сижу внимательно слушаю и читаю чат. И читаю тут массу всего, и мне кажется, что, ну, как бы, есть вот некоторые теоретики, грамотно выдающие себя за практикой, за практикой, были делающие такой вид. Я хотел бы, ребят, сразу прояснить, что, вот здесь есть комментарий, например, нужен поставщик древучий, который не умеет продавать. Продавать не умеет 90% людей в этой жизни не умеют продавать. Продажника хорошего, чтобы найти бизнес, вам надо потратить очень много времени. И надо ему так платить, чтобы он от вас не ушел. Если вы никогда с этим не сталкивались, вы с этим столкнетесь. Я вам гарантирую, что любой нормальный продажник, рано или поздно, он либо уходит в свое, либо ему надо платить столько и привязывать его к себе так, чтобы он не ушел. Я вам говорю сам, как продажник. Я в возрасте 18, даже 17 лет, я работая по 3 часа в день в компании, в крупной холдинге, я зарабатывал по 50 тысяч в месяц. Я был наемником. 50 тысяч для школьника. Я еще даже учиться не закончил, я работал по вечерам. Вы что думаете, меня вот это удержало вообще ни разу? Ну, реально 90% людей не умеют продавать. Вы посмотрите на то, как общаются люди в магазинах, как общаются в ритейле, как вам приносят кофе. Вместо того, чтобы улыбнуться, на вас еще пролить его могут. Это ни разу не продажа. Ну, на самом деле, вы посмотрите, вот откройте глаза и посмотрите на мир. Люди живут в маленьких коробочках каких-то. Они там все придумали свой виртуальный мир, они все придумали проблемы, задачи, они их сами решают. В опте абсолютно так же. В Афине. Я вот смотрю, вы у нас сегодня самые умные в чате. Вот по опту. Если вам говорят, что вам перезвонят, вам не перезвонят. Вот в 90% случаев вы бегаете за поставщиком, вы сами перезваниваете. Вы не замечали реально, кто в B2B, кто связан с B2B, с B2B-продажами, что вам не перезвонят, про вас забудут. Вам скажут, вышлите коммерческое, а ваш менеджер не вышлет. Сколько раз, знаете, я с этим сталкивался. Мне нужно очень-очень было много раз попросить коммерческое, чтобы мне его вышлали. Вот, вышли коммерческое, а потом мне ответы не приедут. Вот именно. Так, Андрей спрашивает, ссылки на наших учеников. Ну, найдите их в интернете. Если вы думаете, что у меня есть сейчас жгучее стремление доказать вам, что мои методики работают, нет, у меня такого стремления нет абсолютно. И если вы не можете вбить в ВКонтакте, например, Лепихин Николая и спросить, а реально ли ты, Николай как бы продавал оптом, реально ли то, что тебе говорил Александр, работает. Если вы не можете этого сделать, я ничем не могу помочь. Вот, сейчас я еще выгоню парочку человек, буквально я чувствую жесткую необходимость в этом. Это нормально, на самом деле. Для такого количества участников нашего сегодняшнего мероприятия, некоторое количество троллей, это абсолютно нормально. Мы выгоним сейчас пару человек, просто без шума, без крика, и будем по существу, я хотел бы с вами поговорить, потому что времени у нас ограничено, контента очень-очень много. Я вижу массу действительно стоящих вопросов, на которые хотелось бы ответить в конце вебинара. Я специально выделю время, поотвечаю на ваши вопросы. Вот, в каких нишах это работает? Но на самом деле, давайте посмотрим на мир вокруг. Вот, когда вы приходите в любой розничный магазин, очевидно, что этот магазин берет мелким оптом. А те, кто перепродают магазинчику мелким оптом, они берут средним или крупным оптом. Посмотрите вокруг, как люди пытаются экономить, они ездят на мелко-оптовые базы. Посмотрите, что продается сейчас вокруг, что покупаете вы. Вся Россия, по сути, одевается на рынке садоводов. Вот давайте так, да, рынок садовод – мелко-оптовый рынок, скажем так. Это мы берем самые простейшие примеры, вот элементарные. Это ни разу, но я не считаю, что это B2B, но чтобы было понятно, как это. Чтобы было примерное понимание. Рынок садовод, да, вся Россия, все маленькие города съезжаются в Москву и закупают там шмотки. Вот то, что люди носят, вещи всякие разные, то есть футболки, вопты, джинсы. Они все это возят мелким оптом, закупаются сразу на 1100, 200, 300 и так далее. Вот, например, да, то есть что еще нужно вам? Вот вы строите дом, подумайте об этом. Вы строите дом, что вам надо будет, да? Вспоминайте, вот для постройки дома немножко, давайте, кирпичи. Неужели вы пойдете в розницу покупать? Строим материалы, цемент, щебень, бетон, песок, бассейн. То есть для бассейна вам всякая плитка нужна и так далее. Арматура, вот именно. Профиль, так. Балки, древесина. Таджики. Ну, таджики оптом может быть весьма специфичная ниша, но я думаю, тоже имеет свой спрос. Вот, овощи, фрукты. Опт, реально, вы едите яблоки, вы же не задумываетесь, что вы купили килограмм, а кто-то привез себе в магазин тонну. Железо, кровля. Мед. Вот, вот, у вас, понимаете, у вас уже начали идти мысли вот в эту сторону. То есть, если вы думаете, что вам не хватит ниши, вы жестко ошибаетесь. Ниш хватит на всех. На самом деле, очень много чего, что можно продавать. Икра. Да, да, кстати, у меня знакомый, довольно-таки, он, правда, в розницу продает, но сейчас переходит на опт икры. Вот, Виктор говорит, вторые девяностые. Абсолютно точно, рынок B2B от новых продаж переживает сейчас вторые девяностые. Опт не занят. Да, он не... Вот смотрите, я вам просто реальный пример покажу. Мне, ребят, дело в том, что мне есть с чем сравнивать. Я сам снимался розницей, я сам ее жестко провалил. И я сам был из-за этого в долгах на полмиллиона. Реально, такая, ну, розничная розница, да, точка там и так далее. Все как нужно. У меня мама занимается розницей. И то, сколько она продала за три месяца, я продаю за день. Мне проще совершить одну транзакцию, чем смотреть, как она там продает в розницу. Но она привыкла так, и большинство людей так привыкли. И если вы думаете, что когда-то наступит такое время, когда все ниши будут заняты, абсолютно нет. Если вы хотя бы чуть-чуть будете делать так, как вам говорят, так, как говорят люди, которые уже прошли это, и у которых есть практика, ваша любая ниша будет выстреливать. Вот меня сейчас поставьте в любую нишу, будь то щебень или металл. Дайте мне пять дней, чтобы разобраться немного, о чем идет речь. Вот чтобы я примерно сортамент понимал, чтобы я объемы понимал и так далее. И все, и мне больше ничего не нужно. С вашими курсами скоро будет все больше ниш занят. Абсолютно нет. Потому что человек, допустим, спустя год понимает, что больше он не хочет продавать щебень оптов. Он хочет уйти в микрофинансирование, он хочет создавать банк номер один в России по микрофинансированию. Люди перетекают из ниши в нишу, и всегда для вас есть место. Вот Саша говорит, ребята, страна 140 миллионов. Вот вы сейчас в чате написали примерно 50 ниш. Вот 50 ниш, их можно реализовывать уже сейчас. Уже сейчас сезон, уже сейчас идут стройки. И если мы говорим о конкретно стройке, у нас сейчас начинается сезон. Я начинаю расширять штат продажников. Лично буду их обучать в Нижнем. И мы будем рвать рынок по металлу Нижнего Новгорода. Живой коучинг, не знаю. Вот Азиата записала нишу. Вот человек сидел и не терял времени зря. Неэффективнее развивать одну нишу. Смотря в чем. Я развиваю одну нишу оптом. Я развиваю одну нишу через интернет. Я развиваю одну нишу на купонных сервисах и так далее. То есть, ну и того, получается, 8 разных проектов, но по одной-две ниши. Сегодня будет алгоритм. Обязательно Александр Залогин об этом расскажет. Можно импортные товары, но это сложнее и дольше. И не всегда выгоднее. Да, металл продавать выгодно. Если бы было невыгодно, я бы не занимался. Окей. Я хочу прям буквально пару примеров, чтобы вы понимали, да? Владимир, нет, фоники не загибаются. Вопрос не в тему, но они не загибаются и не собираются набегаться. Так, пару примеров хотел бы привести. Ну, вот смотрите, самый простой вариант. У меня мой ученик в тренинге «Быстрые деньги на скидках». Он прошел тренинг, он спустил акцию на купонаторе и разместил на своем сайте раздел «Оптом». Он разместил раздел «Оптом» и ему начали звонить и покупать то, что он продавал через компонатор «Оптом». Он совершил три сделки. Суммарно продал за неделю больше тысячи овощерезок на «Айсер Дайсер» и заработал на этом порядка 70 тысяч рублей. На все про все он потратил разместить на сайте кнопку «Оптом», разместить одно объявление на «Авито» и два раза съездить, непосредственно свести клиента и поставщика. 70 тысяч рублей – это реальная, конкретная практика человека, который, в общем-то, без всяких ИП, ООО, специальных знаний и прочего взял и внедрил. Ну и второй пример – это девушка Кати из Нижнего Новгорода. Она начала летом заниматься пеноблоками, начала их продавать. Первый месяц делала все, как хотела, потом начала делать правильно. И за одну-две сделки зарабатывала по 9-14 тысяч с одной транзакцией. Чтобы вам заработать 9-14 тысяч с одной транзакцией в рознице, вам надо обслужить тьму клиентов. Это мои примеры. Сейчас Александр Залогин. Это не на купонаторе. Для тех, кто в танке, Светлана на купонаторе «Оптом» не торгует. Он без купонатора неплохо, в общем-то, продает «Оптом». Ребят, давайте договоримся так. Вопросы в конце, потому что времени прошло много, а у нас контента не убавилось. На вопросы мы обязательно ответим. Может быть, не на все, но на большинство тех, которые будут по теме, по существу. Мы ответим в конце, поэтому в ваших интересах сейчас меньше времени потратить на пустую болтовню. Сейчас я передаю слово Александру Залогину. Он расскажет свой конкретный пример на своих нишах. Я про металл обязательно вам расскажу, но попозже. Так, ребят, напишите, пожалуйста, единичку, если меня сейчас слышно. Если меня слышно, хорошо. И все окей. Так, я не нажал кнопку. Ребят! Так, вот. Ребят, есть ли звук? Напишите, пожалуйста, единичку, если меня сейчас слышно. Раз, два, три. Парам-пам-пам. Единичку. У кого-то плюсик. Окей, хорошо. Меня хорошо слышно. Саш, пересни, пожалуйста, слайд. Мне все-таки комфортнее смотреть на слайд, чем на эту прекрасную схему. Окей, хорошо. Мы говорим сейчас о том, в каких нишах вообще работает опт. То есть, Александр уже сказал, что, по сути, для розницы всегда нужен опыт. Я думаю, это и так очевидно, да, потому что, ну, они же не будут сами за магазином производить там что-то и так далее. Второе, в каких нишах это работает, да, это товары массового потребления. То есть, чтобы начать продавать оптом, вам не нужно придумывать велосипед. То есть, ну, за время всей практики и обучения и так далее, я столкнулся просто с морем. Ну, такой, знаете, такие креативщики, у которых такой полет фантазии там. А что, если я буду продавать, я не знаю, там, даже что в голову не идет, какие-нибудь там наборы для подводного вязания собаками оптом. Да, что-то такое. То есть, что-то неадекватное, что-то странное и как бы оптом. Ну, такое не работает. То есть, сразу скажу, то есть, в опте работают именно товары массового потребления. То есть, все, что потребляется массово. Теперь, собственно, подумайте, да, в каких нишах товар может потребляться массово. Ну, самый простой пример это, во-первых, еда, да, потому что люди всегда будут кушать. Да, я не думаю, что когда-нибудь у нас все будут на солнечной энергии, там, знаете, как это, есть люди, которые солнцем питаются. Не, у нас в любом случае все будут кушать, будут кушать мясо, будут кушать рыбу, будут кушать овощи, фрукты, я не знаю, там, еще что-то, какие-то пищевые добавки, глутаматы натрия, Е355, еще что-то. То есть, это всегда будет съедаться в огромных объемах. Еще пример массового потребления, товара массового потребления, это та ниша, которой я занимался год назад. Это инертные материалы. Сейчас, опять же, у нас не семинар по поводу того, как заработать, продавая инертные материалы. Я настоятельно не рекомендую всем идти в инертные материалы, потому что получится, скорее всего, не у всех. Особенно те, кто будет действовать сами, столкнетесь с кучей ошибок, кидалово и так далее. Но сейчас речь не об этом. По поводу товара массового потребления. В чем плюс? Плюс в том, что, вот Александр приводил пример постройку дома, частного. Когда я продавал инерт, мы продавали инертные материалы сразу на Олимпийский объект в Сочи. То есть, там была шведская компания, которая прямо на Олимпийских объектах устанавливали бетономешалки. Большие, которые прямо сразу на Олимпийских объектах лили бетон. Составляющие бетона это цемент, щебень и, соответственно, песок. И, собственно говоря, оптом мы продавали щебень и песок. Цемент не продавали, продавали щебень и песок. Естественно, что там объемы были массовые. То есть, мы туда отправляли товар, ну, это называется вертушка. То есть, полный состав. Хопер-вагон называется, тип вот этого прицепного устройства. Мы продавали туда массово. В чем плюс был на тот момент? Плюс был в том, что был классный сезон. То есть, сезон как раз год назад. Стройка только разродилась. В Сочи в это время было уже очень тепло. То есть, в строительстве есть определенные нормы, при которых ведутся какие-то работы. И, соответственно, была возможность очень много продавать. Потому что спрос был бешеный. Да, намного большая проблема в начальном этапе была найти поставщика. Потому что клиентов, ну, просто очень много. Вы это можете сами проверить. То есть, не стоит верить мне на слово. Просто выложите на Авито объявление, там, продаю щебень, фракции 5.20, там, какой-то со средней ценой. Да, и просто сами посмотрите, какой будет эффект. Это вот именно пример удачно выбранного сезона. Да, вопрос, сколько вертушки тонн. Если я не ошибаюсь, по-моему, 3000 тонн. Человек под ником 4.ogo пишет, что я преувеличиваю слегка то, о чем я говорю. Ну, соответственно, я предлагаю его забанить. Окей. Идем дальше. По поводу еще ниш, которые очень круто могут выстрелить. Простой пример. У меня был ученик. Его зовут Марсель. Можете у меня в друзьях его найти. Вконтакте. Марсель Миннахмедов. Парень из Казани. Ну, обычный парень. Прошлой осенью, в прошлом году начал заниматься овощами. Сначала он пробовал продавать базальтовую арматуру. Она у него не пошла. Потому что она нафиг никому не нужна. Потому что новый материал. И, соответственно, начал продавать овощи. У них там, получается, в республике Татарстан рядом еще республика Чувашия. В которой, ну, как я думаю, многие из вас знают, она достаточно богата картофелем. Там хорошие погодные условия и так далее. И много картошки выращивают. И, соответственно, он начал продавать картошку оптом. Он быстро занешивался. Быстро нашел себе поставщика. И, соответственно, где-то за пару недель, да, такого ненапряжного опта, да, заработал 50 тысяч рублей. Ну, сразу. То есть, и дальше там начал нишеваться. Еще продавал капусту, свеклу. То есть, то же самое, что потом еще и мы продавали. Это тоже пример удачно выбранной ниши. То есть, ниши бывают сезонные, бывают несезонные. Например, если брать тоже мясо, да, то, ну, естественно, это ниша несезонная. То есть, мясо поедается всегда. Просто когда-то больше, там, я не знаю, когда праздники, когда-то меньше. Потому что лето, люди уезжают, еще что-то и так далее. Но, в целом, это ниша, которая пользуется спросом всегда. Потому что людям всегда нужно мясо. Это логично. С другой стороны, да, вот Виктор пишет, маломаржинальная картошка. Ну, насчет маломаржинальности не знаю. Там, по-моему, он зарабатывал копеек 50 с килограмма. Но он продал в нормальных объемах. Опять же, смотрите, в чем фишка. То есть, можно продавать по-разному. У нас, ну, кто у нас там в тренинге был, мы давали доступ к сайту Трейдсу. Точнее, Трейдсу. Закупки.ру. Можете зайти, посмотреть. Это сайт о тендерах, да. О, как бы, как объяснить. В общем, предприятия крупные, какие-то заводы, какие-то базы, которые что-то перерабатывают в крупных объемах. Соответственно, они этот товар закупают оптом. И они сами публикуют предложение, что закупаю на постоянной основе то-то, то-то, то-то. Мы так осенью продавали военную часть, то есть, там был договор с Министерством обороны. Продавали туда картошку тоже. Потом продавали яблоки в детские сады. То есть, там тоже, ну, как бы, достаточно крупные были объемы. И так далее. То есть, в принципе, по большому счету, это как вы найдете клиентов. Разумеется, будут всякие люди, которые... У нас вообще бы не такое было, когда я в объявлении писал, что там отгрузка от 100 тонн. Человек пишет, не пишет, точнее, звонит, говорит, слушай, вот мне нужен это, вот мне нужен туда-то зил песка. Мне какую-то там песочницу засыпать и так далее. Да, такое тоже бывает. И кто-то продает песочницы, да, кто-то засыпает песочницы, кто-то продает более крупные объемы. То есть, тут, как говорится, как получится. Как, это все сильно зависит от вас. Скиньте, пожалуйста, сайт на закупки.ру. Прямо так и пишите. Закупки, как русская, точка.ру. Мне писать, я не знаю, давайте напишу, ладно, сейчас. Закупки.ру. По поводу сахара. Сахар достаточно мутная ниша, в ней тяжело не сшиваться. Очень много посредников, но, опять же, это не тема сегодняшнего. Семинара по поводу сахара просто не рекомендую вам сразу идти в сахар. Есть куча других ниш, которых тоже можно неплохо заработать и особо не заморачиваясь с сахаром. Окей, хорошо. Еще пример. Да, то есть, про Марселя сказал. Еще пример. У меня есть ученик, его зовут Владислав. Можете у меня в друзьях ВКонтакте найти. Владислав Лихтенваль. Это абсолютный рекордсмен. То есть, вот, за все время, когда я свои знания передаю людям, а это абсолютный рекордсмен, который за одну сделку, за одну транзакцию, получается, да, заработал 520 тысяч рублей. Чистой прибыли. Как это произошло? Кому интересно, напишите, пожалуйста, в чате плюс. Я расскажу про Владислава, как он, собственно, денег заработал. 520 тысяч рублей за одну сделку. Кто хочет? Кто хочет 520 тысяч рублей за одну сделку? Ой, много плюсов. Окей, хорошо. Расскажу про Владислава. Ну, на самом деле, Владислав уникальный человек в плане того, что он не, как бы, он долго не жил в России, то есть, в начале 90-х переехал в Европу жить, жил там достаточно долго, работал на заводе где-то там в Германии, еще где-то, я не знаю, в Европе, в общем. И, соответственно, осенью 2012 года он вернулся в Россию, как бы, не знал, чем заняться, ему 35 лет, особо, как бы, вариантов нету, что-то там, работу искать, понятное дело, смысла нет. Да, и, соответственно, вписался там, у нас был тренинг по опту, вписался в тренинг, начал проходить. Сначала у него ниша была китайские часы оптом. Ну, кто знает, вот эти вот китайские LED-часы там и так далее, то, что вот продают на дропшиповых сайтах и так далее. В общем, я его долго отговаривал, говорю, Влад, ну, как бы, на часах ты, ну, далеко не уедешь. Он говорит, нет, вот я хочу попробовать туда-сюда. Да, заработал 10 тысяч рублей на часах. Заработал, значит, понял, что, как бы, это какая-то фигня, потому что он напрягался, потому что он звонил, он прожимал поставщика по цене, он прожимал климента по цене, напрягался, суетился и, соответственно, заработал 10 тысяч рублей. Ну, как вы сами понимаете, 10 тысяч рублей, это сейчас вот, я не знаю, там, ну, блин, в крупном городе точно там, я не знаю, недельно не проживешь сейчас, да, с такими расходами. Он понял, что это полная фигня и начал монетизировать свои компетенции. То есть, как я уже говорил, он работал на заводе в Европе, то есть у него была компетенция, он хорошо разбирался в оборудовании по лесопереработке. То есть, это оборудование, которое там пилит лес в промышленных масштабах и так далее. И фишка в том, что на тот момент, как бы, в России такое оборудование стоит кучу денег, а в Европе оно нафиг никому не нужно, потому что там сейчас идет замена человеческого ресурса на, ну, как бы, автоматизацию. То есть, там все производства автоматизируются. Вот, и, собственно говоря, он, как бы, хорошо там разбирался, нашел тут клиента, объяснил ему, как бы, все условия и так далее. И, соответственно, нашел поставщика в Европе. Договорился, свел и, собственно, заработал 520 тысяч рублей чистой прибыли. Разумеется, важно понимать, что это не было, что вот прям по щелчку пальцев, что он просто дал контакты поставщика и так далее. Все это срослось. То есть, он сопровождал сделку, он сам летал в Австрию, он сам переводил документацию. То есть, там, ну, как бы, ряд процедур проходил, так скажем, да, и помогал клиенту, как бы, сопровождал. То есть, полностью всю сделку. Но, как бы, опять же, результат, то есть, 520 тысяч рублей, это те деньги, за которые многие могут работать год. Да, то есть, при средней зарплате, там, хотя бы, сколько получается, 50 тысяч рублей, люди работают год. Вот, он эти деньги сделал где-то недели за 2-3, вот так. Ну, при том, что активно, как бы, он работал, наверное, неделю. Потратил сколько? Потратил свое время. И, ну, как бы, время и платное объявление на Авито, и, там, холодный обзвон. Если я не ошибаюсь, он через холодный обзвон нашел этого человека и, соответственно, продал. Поэтому, в этом плане, то есть, как бы, в опте работает, ну, просто куча ниш и как их монетизировать, опять же, там есть куча вариантов. Либо вы идете в сезонную нишу, либо вы идете в нишу, в которой реально массовый спрос, либо вы идете в нишу, в которой у вас есть знакомые, да, которые могут выступать поставщиками. Либо вы идете в нишу, в которой, я не знаю, какой-то тренд, то есть, допустим, ну, простой пример, то есть, когда-то был популярен LaFace, да, кто-то начал продавать оптом, тоже заработал денег, потому что это был тренд. То есть, ну, на самом деле, вариантов очень много и, ну, намного проще продавать оптом, чем оптом не продавать, на самом деле. Вот, Саш, перерисни, пожалуйста, слайд, сейчас он перериснет слайд, у меня для вас будет нечто, которое, возможно, сильно вас обрадует. У нас, так, у меня почему-то слайд, слайд не это самое, не грузит. Так, 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 так. Грузится, видимо, у меня слайд завис. Сейчас, ждем, ждем, ждем. Это будет интрига сегодняшнего вечера и все сейчас затихли в напряжении перед своими мониторами. Окей, ребят, давайте так, этот слайд посвящен второму бонусу, о котором мы уже сегодня говорили, то есть, у нас сегодня в начале нашего тренинга, если вы помните, уже был первый бонус, когда вы могли принять участие в среднем блоке нашего тренинга «Быстрый старт в опте», это 21-дневный тренинг, который у нас стартует с Александром, до результатов 150 тысяч рублей. Соответственно, первый раз участие в этом блоке стоило 100 долларов, сейчас, опять же, для самых быстрых, для трех человек, которые стартуют, соответственно, участие будет стоить 200 долларов. Вот, презентация загрузилась, всего за 200 долларов вы можете получить участие в 21-дневном тренинге «Быстрый старт в опте», только для трех человек, то есть, три первых человека, которые сейчас напишут на саппорт. Я сейчас посмотрю по времени, во сколько пришли, сейчас попробую вам озвучить. Блин, у меня почта двигается. Так, первый у нас человек, это его зовут Устин Васькин, email ustin.vaskin2011-mail.ru Второй у нас Федотов Юрий, email feyryrsobaka.yandex.ru Третий у нас Алексей Павладин, email batia-tavkrsobaka.mail.ru Ребята, поздравляю вас, вы были самые быстрые. И остальные, ребят, кто не успел, как бы, можете уже не торопиться, но хочу обратить ваше внимание, что в процессе нашего сегодняшнего семинара у нас еще будет несколько бонусов, о которых мы уже сегодня говорили. Поэтому, пожалуйста, их не пропустите, то есть, будьте до конца, следите и, как бы, вы будете тоже такие же, значит, довольны, как вот у нас, например, Устин Васькин, который был первым. Окей, хорошо. Сейчас мы поговорим о том, вообще, что такое пошаговый алгоритм в опте, как это все структурировать, как это все привести к системе и с чего, собственно, начать. Саш, пересни, пожалуйста, слайд. Сейчас, ребят, я вам озвучу алгоритм, да, пошаговый алгоритм, который позволит вам стартовать в опте. У вас какие-то сейчас, возможно, будут вопросы, я на некоторые из вопросов отвечу. Пошаговый алгоритм старта в опте. Как и в любом бизнесе, да, когда вы хотите начать оптом что-то продавать, первый этап – это нишевание. То есть, когда вы стартуете в опте, вам нужно выбрать нишу, да, причем важный момент, чтобы в этой нише был, во-первых, массовый спрос, во-вторых, сезон, да, это самые основные показатели. Помимо этого, очень хорошо будет, если у вас в этой нише есть какое-то понимание, да, то есть вы в этой нише разбираетесь, как, например, Влад, да, который разбирался в лесоперерабатывающем оборудовании. А четвертое – это то, что если у вас есть какие-то знакомые в нише, да, например, когда стартовал я, у меня первый мой поставщик по щебню – это был знакомый моего отца, да, который помог, который вел в курс дела и так далее. Поэтому, как бы, если у вас эти показатели будут совпадать, будет очень хорошо. Если у вас нету никаких компетенций, если у вас нету никаких знакомых, опять же, это не страшно, то есть это необязательно. Самое главное – идти в ту нишу, в которой будет максимальный клиентский спрос, да. Как это происходит? То есть вы берете несколько ниш, анализируете, да, то есть и в голове прикидываете, что сейчас, допустим, строительство, сейчас должен быть спрос на, допустим, кирпич, на щебень. А еще на что-то и так далее. Далее заходите в Wordstat, wordstat.yandex.ru. Ну, я думаю, все из вас знают этот сайт. Кто не знает, ребят, вот кто знает, напишите для тех, кто не знает, что это за сайт. Это wordstat.yandex.ru и статистика ключевых запросов Яндекса. Вы туда вводите название ниши и смотрите количество запросов. Кроме этого, там есть вкладка по месяцам, да, нажав на которую, можете посмотреть сезонность. То есть вам будет предоставлен такой график, на котором все будет наглядно показано. Да, то есть сейчас есть сезонность, сейчас нету сезона. Самый наглядный, очевидный пример сезонности – это елки. Вбейте в Wordstat елки оптом и нажмите вкладку по месяцам. Вы увидите, ну, что такое сезонность, прям реальная, реальная сезонность. Андрей пишет, а договор комиссии чем отличается от агентского? Ну, по агентскому давайте чуть позже добавлю. Соответственно, дальше, да, когда вы нашли ниши, в которых есть реальный клиентский спрос, да, ну, как вы считаете. Вы обязательно тестируйте эти ниши, да, потому что, ну, просто субъективно предполагать, что там будет хорошо, а там будет плохо – это глупо. Да, мы любой прецедент, который у нас есть, мы должны его проверять, да, и проверять с помощью теста, потому что интуиция может обмануть, да, но цифры никогда врать не будут. И в итоге, когда вы выкладываете тестовое объявление, то есть вы пишете объявление, как будто вы на самом деле продаете что-то оптом. Соответственно, вам начинают звонить реальные клиенты, и вы берете ту нишу, в которой идет максимальное количество звонков. То есть вам прям реально звонят люди, говорят, дружище, продай мне, пожалуйста, щебень, там, 5000 тонн, или, я не знаю, металлопрокат, там, продай такого-то сорта, и так далее. И, соответственно, человек звонит и просит у вас продать. Вы понимаете, что в этой нише вы получаете максимальное количество звонков, максимальное количество заявок, да. Опять же, при условии, если вы правильно прописали объявление, то есть это категорически важно. Соответственно, далее, когда у вас есть готовые, значит, люди, которые готовы покупать, и вы понимаете, что в нише хороший спрос, соответственно, вы начинаете искать поставщиков, да, которые будут, собственно, вам продавать. Потому что вы уже понимаете, что в этой нише есть спрос, что вы уже без этой ниши жить не можете, потому что, блин, черт возьми, пропустить заказ на полмиллиона, это просто нереально. Дальше вы ищите поставщика. Опять же, способов поиска поставщика масса, это и Google, и Яндекс, и доски объявлений, это товарные справочники типа желтой страницы, это поиск через ваших знакомых. То есть тут вариантов, на самом деле, очень-очень много. Лучше искать тех поставщиков, которые, как бы, ну, которые вот в дремучем лесу сидят, которые, у которых нет клиентов. Это как, например, было у нас в овощах, когда мы не могли найти хорошего поставщика, мы просто сели на мою машину и просто поехали по Краснодарскому краю на машине. И вот что примечательно было, то есть как мы нашли самых вкусных поставщиков. Картина маслом, то есть мы едем по трассе, едем по трассе прямо. Едем, едем, едем. И слева такая на трассе табличка такая, значит, белая. И там черными буквами написано «Овощи». И такая стрелочка направо в этот лес. И типа вот там вот овощи продаются. Ну и, соответственно, мы приезжали, общались и так далее. И нам были очень рады. То есть таких поставщиков нужно искать в приоритете, да, чем поставщики, которые там крупные какие-то оптовые базы и так далее. Но, опять же, об этом можно очень долго говорить детально. То есть вкратце это выглядит примерно так. Так, скажите, что в данный момент товар продали, скоро вам перезвоним. А, это к вопросу насчет того, что говорить, если мне звонят, а я не знаю, что сказать. Ну, на самом деле тут... Так, мне кто-то звонит на домохон, отвлекает меня. Ладно. На самом деле, что сказать? На самом деле, вы можете двумя путями пойти. Первый путь – это когда вы скажете человеку, типа, нет, извините, не занимаемся. И ложьте трубку. Это такой более простой вариант, потому что вам не придется брать. Не придется ничего выдумывать. Но есть второй вариант, более циничный. Когда вы переступили через себя, допустим, у вас есть какая-то определенная доля наглости, да. Вы просто берете, находите... Так, все, домофон утих. Прошу прощения. Вы просто находите... Точнее, не находите поставщику, а получаете заказы. Да, и, соответственно, уже под эти заказы вы говорите, что так и так. Сейчас у нас, к сожалению, товара нет на складе. Но, в принципе, потенциально, если вам интересно, давайте я запишу очередь. И как только у нас появится информация, я вам перезвоню, как бы предложу какие-то условия. Вот. Ребята, я прошу прощения, у меня кто-то сильно долбится в домофон. Буквально секундочку сейчас. А, все, уже утих. Я прошу прощения. Сильно извиняюсь перед вами. Окей, хорошо. Нет, не поставщик. Я не знаю, кто это ломится. Ну, ладно. Окей. Далее. По поводу пошагового алгоритма. Вы находите поставщика и говорите ему, поставщик, слушай, у меня есть клиенты, которые готовы покупать. Да? Если тебе интересно, давай работать. Работать будем по агентскому договору. Кто знает, что такое агентский договор? Напишите, пожалуйста, пятерочку. Кто знает? А кто не знает, напишите 88. Чтобы понимать, что... Ребят, не стесняйтесь. То есть, ничего там такого нету постыдного. Да? Вот прям сейчас ручками берите, пишите. Очень много 88-очек у нас в чате. Ну, в принципе, пятерочек тоже достаточно много. Окей, хорошо. Что такое агентский договор? Агентский договор – это договор, который вы заключаете своим поставщиком о том, что вы ему приводите клиента. То есть, для того, чтобы понимать, что, как бы, вас поставщик не кинул, да, что просто вы его свели с вашим клиентом, он куда-то делся, вы можете это оформить все юридически. Вы можете с ним заключить агентский договор, да, который будет потенциально гарантировать вам то, что, как бы, если вас поставщика отманет, вы можете требовать взыскания своих агентских с помощью суда. Но, опять же, как показывает опыт, эта фишка работает больше для психологического воздействия на поставщика. Потому что, по большому счету, да, если вас поставщик захочет кинуть, он вас кинет в любом случае. И через суды доказывать что-то – это, ну, как бы, неблагодарное дело в рамках нашего, не знаю, там, кодекса об административных нарушениях. Это неблагодарное дело, смысла в этом нету, и если вас кинули, намного проще идти дальше. Просто важно, опять же, понять, что, ну, вот есть вариант проводить не только через агентский, есть вариант проводить сделки через свое ООО. То есть у вас свое ООО, вы, соответственно, получаете деньги от клиента, сводите его с поставщиком и, как бы, поставщику перечисляете деньги. А ваши агентские, да, ваши комиссионные, они остаются у вас на счетах. Тут есть большая обманка в плане того, что вас могут кинуть. То есть, условно, вам клиент перечисляет деньги, да, на миллион. Вы с этого миллиона сто тысяч оставляете себе, а 900 отправляете поставщику. А поставщика вы не проверили, поставщик куда-то теряется. И в этом случае вы рассчитываетесь уже с клиентом, да, на 900 тысяч. На 900 тысяч попасть – это, как бы, не самый лучший вариант. Опять же, Александр Дунаев об этом сегодня, как бы, немножко добавит. Далее, вот, вопросы. Проведя первую сделку с клиентом по агентскому договору с поставщиком, не будет ли поставщик сотрудничать с последующим этим клиентом уже без меня? Все сильно зависит от того, какой поставщику покажете. То есть, вы, как бы, всегда при общении с поставщиком должны ему сказать, что так и так, что, в принципе, сейчас, если мы с вами нормально сработаемся, то в перспективе у меня еще есть такие клиенты, да, которые, опять же, готовы покупать. И, согласитесь, поставщику будет сильно глупо, да, отказаться от регулярного получения горячих клиентов от вас, вместо того, чтобы, как бы, провести одну сделку, и там от вас каким-то образом, там, 50 тысяч скроить. Ну, если так человек поступает, значит, он нечестный, непорядочный, и, слава богу, что у вас судьба с ним, как бы, не свела и увела вообще от вас, понимаете? Тут все сильно зависит, как вы им покажете. То есть, мы с многими поставщиками работали, ну, месяцами, да, и они были готовы с нами работать, потому что мы для них реально были такие люди из космоса, которые пришли и которые черт знает, где берут этих клиентов. Другой вопрос, как мы себя позиционировали перед клиентами, то есть, клиенты, чтобы не поняли, что мы посредники, да, и так далее, мы себя позиционировали как поставщики, то есть, как менеджеры поставщиков. То есть, мы также общались, у нас был корпоративный имейл, где подписи, там были реквизиты поставщика и так далее, и так далее. То есть, вот весь вот этот антураж мы делали, да, чтобы, ну, как бы, клиент не стал ерепеницей и говорит, что, типа, вот посредники, нафиг они нужны, давайте вот так работать. Если клиент будет отгружаться от нашего поставщика, как сделать, чтобы он прошел напрямую от поставщика, потом напрямую не вышел на поставщика? Ну, есть несколько фишек, ребят, давайте чуть ближе к концу по этим вопросам подробненько поговорим. Окей, хорошо? Соответственно, дальше по этапу, то есть, вы нашли поставщика, у вас есть клиент, далее идет этап переговоров, да, если, в принципе, вы сводите всех адекватно, все всех устраивает, то есть, и поставщика устраивает клиента, клиенту устраивает цена, далее идет сама сделка, да, как она происходит? Поставщик выставляет счет на реквизиты клиента в соответствии с его какими-то требованиями, да, далее, сейчас, секундочку, кто-то домой пришел, далее, соответственно, клиент оплачивает это платежное поручение через свой банк, через свой расчетный счет, скидывает платежку поставщику, соответственно, поставщик делает отгрузку, и клиент получает свой товар, а вы, соответственно, получаете свои агентские проценты. Агентские проценты, вот у многих возникает вопрос, типа, как быть с налогами, то есть, я, во-первых, как бы не юрлицо, я налоги не плачу, как быть, и так далее, в этом случае вы просто говорите поставщику, что вот тот вычет налогов, да, который вы заплатите, вы вычтите из моих комиссионов, и, собственно, все, то есть, от вас не убудет. В любом случае, вы берете эту комиссию на себя, и, в принципе, все. Тут, по большому счету, больше ничего сверхъестественного нет. В большому счету. Вот. Так поставщик по своим же ценам выставляет счет. Как делается наценка? Как делается наценка? Тут несколько вариантов. Первый вариант, вы можете договориться с поставщиком о том, чтобы он отдавал вам процент. Такое реально, особенно если клиент сидит, ну, как бы, в не очень хорошей ситуации, то есть, ему тяжело, ему плохо и так далее. Он будет вам без проблем предлагать процент. Если поставщик более такой зажравшийся и так далее, вы можете сказать, что, окей, хорошо, смотри, как бы, я тебя обдирать не буду, то есть, мне от тебя ничего не нужно, давай я буду делать наценку. То есть, ты счет будешь выставлять с учетом моей наценки. И все. И, ну, опять же, это иногда прокатывает. То есть, все сильно зависит от того, как вы себя будете позиционировать. Вот. Ребят, я сейчас передам слово Александру Дунаеву. Он чуть-чуть дополнит. Дополнит по данному алгоритму. Саша, передаю тебе слово. Нет, слышно. Не будем сейчас ставить мешок плюсиков, потому что я потом в чате не разберусь. Так, вот я хочу просто сначала ответить на несколько вопросов буквально, чтобы наполнить по схеме. Ребят, все те, кто боятся, что одну сделку вы проведете, а потом вас перестанут учитывать ваши интересы. Я напоминаю, что мы живем в России. Russian business. Вас могут кинуть даже с самой первой сделки. Это, ну, как бы нормально. В лучшем случае, то есть, поймите, в чем фишка агентского договора. В худшем самом случае вы ничего не теряете. Даже в самом худшем случае. То есть, вам просто не платят ваш агентский процент. И все. Если мы рассматриваем другую схему, когда вы немножко вырастаете из агентского договора, и вам хочется, чтобы ваш клиент закреплялся за вами, чтобы он упал как бы у вас, через ваше юрорицу и так далее, тогда у вас рисков становится больше. И вот самостоятельно в этом разобраться вы точно не сможете, гарантированно. Гарантированно научиться самим B2B с нуля. Нереально. Я вам это, ну, сто процентов говорю. Я вам это говорю сто процентов и приведу простой пример. Это реальный пример. Это девушка в Нижнем Новгороде. Она такая молодец вся, то есть, немножко поработала в оптиметалла. И после этого, так, секунду, здесь очень много сообщений в чате я не буду читать. Она поработала в оптиметаллу и решила такая, открыть свою фирму, зарегистрировала ООО там на адрес своей близкой подруги, юридический адрес у нее такой был. И начала продавать металл оптом. Собственно, да. Чему я и знаю, потому что, в принципе, конкурент. Начала продавать металл оптом и случилась следующая схема. Схема заключалась в следующем. У нее работал менеджер, она нашего клиента. Клиент хочет арматуру по цене ниже рынка. То есть, ну, в среднем, да, цена по рынку арматура от 20 до 23 тысяч примерно где-то колеблется. Ну, бывают там разные всякие, как и на любом рынке, подъемы и спады. Ну, сейчас там 20 с половиной у нас, да, в среднем. Клиент у нее хотел арматуру за 18, и он хотел ее много. И так хотелось ему продать, потому что фирма новая, денег хочется. Они находят где-то в Екатеринбурге поставщика, который готов продать арматуру по 16. То есть, представляете, да, 2 тысячи тонны они делают. Это примерно 10-12% наценки на тонну. Это довольно неплохо для металлов при таких объемах. То есть, там был объем такой, ну, где-то тонн 30. В принципе, для них это было круто. Транспорт оплачивает клиент. Ну, в металле, как бы, такая практика, это стандартно, что транспорт, транспортировка полностью оплачивает клиент, то есть, заказчик. Это стандартно. То есть, у нас даже вопросов таких не возникает, что кто платит за транспорт. Вот. И по факту, то есть, смотрите, выглядело это все следующим образом. Они берут клиенту предоплату 700 тысяч рублей, переводят ее поставщику в Екатеринбурге, не проверив его как следует. 700 тысяч рублей. И поставщик исчезает. То есть, все, его нет. 700 тысяч. Вот по закону, да, по факту, клиент перевел 700 тысяч на общество с ограниченной ответственностью этой девушки. То есть, она несет ответственность уже за эти деньги. И, естественно, он пришел к ней домой. Да. Он говорит, как бы, ну, девушка, а может, вы как-то, ну, вернете мои 700 тысяч? Она говорит, ну, вы знаете, у меня сейчас нет 700 тысяч, но я вам буду возвращать. Я понимаю, как-то, что иначе у меня будут проблемы, как бы, да. И, ну, 700 тысяч, это не прикольно. Она полгода их отдавала. Это вот ни разу не клево. Она такая вот, ну, решила поиграть самостоятельно. При этом, когда говорят, что ну, да, вот эта дешевизна, когда ниже рынка, это очень опасно. То есть, сразу возникает масса вопросов. Она отдала, естественно, эти деньги, но полгода работает бесплатно, вот, а менеджер, естественно, сразу сама уволилась и исчезла. Ну, туда же, как бы, да. То есть, это нормально. Вот, если нет опыта, то не суетесь. Надо, ну, в таких вещах, надо перепроверять 10 раз. И лучше, ну, сходить на тренинг, купить книжку, еще что-то, да, чем попытаться все на своем опыте. Потому что я у некоторых спрашиваю тех, кто пытается лезть в B2B. А я говорю, а как ты, ну, обучаешься? И мне говорят, что обучаешься? Да я сама все знаю. Ну, и как бы, вот знаете, когда человек сама все знает, это значит, что у этого человека будут скоро финансовые трудности. Потому что сама все знаю, и это не круто вообще ни разу, то есть, это не работает. Так, Виктор спрашивает, сначала сказали, мы выставляем счет клиенту, клиент оплачивает, зачем оплачиваем поставщика? Потом сказали, клиент оплачиваем счет поставщика с нашей наценкой. Это, наверное, не я говорил, так что, смотрите, это два варианта рабочие, по факту, да. Так, здесь вопрос. Вопросы были. Так, сертификаты качества. Там же указан производитель. Но на самом деле, ничего в этом такого нет. То есть, понимаете, любая фирма металлоторговая, да, вот у нас производителей, их, в принципе, не так уж и много, да. Возьмем тот же самый Евраз. Возьмем Минчелл-сервис. Возьмем, ну, еще несколько групп, например, да, в нашем регионе. Многие просто работают напрямую с заводами, и все. Ну, аккредитив бы решил, ну, вот смотрите, вы знаете про аккредитив. Вы молодец. Девушка начала все сама, она не слышала про аккредитив и решила, что вот она знает все сама. Если клиент будет отгружаться от поставщика, как сделать так, чтобы он напрямую не вышел на поставщика? Так пусть он не отгружается от поставщика. Что мешает работать напрямую с заводом небольшие объемы? Понимаете, с заводом, в принципе, ну, вот ваши 20-30 тонн не сильно интересно. 20-30 тонн это так. Это даже, ну, это вот как в сахаре. То есть на них смотреть не будут. Вашу картинку повесят на, там, не знаю, в кабинете директора завода. Он будет смотреть на нее и ухахатывать, вот, держать за живот, потому что, ну, это смешно. Вы можете работать с крупными посредниками. Вот мне вчера писали в ВКонтакте, парень писал, спрашивал у меня про то, что он хочет заниматься оптом металла и спрашивал, ну, как, куда ему идти, на металлобазу или на металлургический комбинат и так далее. Ну, вот, на металлургический комбинат его уже не пустят. Ну, это ни о чем. То есть его объемами туда не надо идти. Металлобазу, да, еще можно поговорить. Я не буду покупать металлопрокат, он в гаражах продавать клиента. Ну, не надо в гаражах продавать клиента. Вы находите клиента, который вам уже заплатил за металл. И вы... Вот, ну, технология работает достаточно просто. Там есть документы определенные и объем вместе с инфидитором. Вы просто меняете одни документы на другие. Это абсолютно нормально, глаконно. То есть это никакая там не подстава. И при этом все знают, как должно работать. Нет, не 20-30 тот Титана. Андрей, вот, мне кажется, вы задаете уже несколько раз какие-то такие вопросы провокационные, которые не несут в себе смысловые нагрузки. Саш, заблокируй, пожалуйста, Андрей Грек. Он еще спрашивал до этого, почему его блокируют и банят. Вот, наверное, потому что вот так. Ну, как-то так складывается в жизни. Металлобазы? Нет. Металлобазы не рядом с заводом. Так, Алексей вот задал интересный вопрос. Я с фирмой, которая ООО, закручил агентский договор. Он просит мою ИП, чтобы мне налоги не платить. Как быть? Если вы реально приводите клиентов и делаете прибыль, то регистрируйте ИП. Это, ну, так нужно делать. Какой агентский процент в металлоброкате? По-разному, очень индивидуально. Я больше 20% не даю за приведение клиентов. Ну, у нас 20%. То есть, ну, смотря на что, смотря на что вы будете делать. Если вы не просто дадите телефон клиента, то ваших будет 10%. Если вы полностью все сделаете, мне остается только принять деньги и отгрузить его, то 30%. Как найти меня вконтакте? Александр Дунаев меня зовут. Я думаю, найдете. Да, мне можно привезти клиента, да, без проблем, как бы мы прогрузим его. Возможно ли сотрудничать с металлом, по металлу по агентскому? Да, возможно. Ну, в Нижнем Новгороде особенно. С каким поставщиком вы работаете? Еще что вам рассказать. Ребят, вы задаете вопросы, в принципе, которые, ну, не нужно вам задавать. С каким поставщиком я работаю, это не важно. Если вы хотите работать со мной по агентскому договору, заключайте договор со мной. Нет, Иван, не маржа оптом более 30%. В опте металла нет такой маржи. Иван, здесь смотрите, я имею в виду процент с прибыли. То есть, ну, если мне сделка приносит 50 тысяч прибыли, значит, 20% от прибыли я отдам. Ну, вот так вот, чтобы вы понимали. Вот, кому интересно, да, можете написать мне в ВКонтакте, мы с вами обсудим. Так, меня зовут еще раз, кто не в теме, Александр Дунаев. Очень приятно. Мы с вами знакомы целых полтора часа уже. Нет, я не Иванович, там просто Александр Дунаев. Можете у Александра Далогина найти меня в друзьях. Так, все. Мне уже Саша сейчас намекает, что я слишком затягиваю время. Я приношу свои глубочайшие извинения. Мы сейчас ушли от темы. Я вот рассказал вам пример, который касается того, что если вы будете учиться делать все сами, то вас может ждать такая же, например, участь, как этой девочке. И вы будете 700 штук отдавать кому-нибудь. Кто хочет отдавать какие-нибудь 700 тысяч какому-нибудь левому дяде за чей-то косяк? У кого есть такое жгучее желание? Ребят, про сахар не хочу рассказывать. Меня задолбало. Тема сахара искренне задолбала. Все новички, кто вообще ни разу не пробовал работать оптом, сахар. Все, сахар. Не надо вам сахар. Ну правда. Просто послушайте советы. Вам говорят, не надо. Вот знаете как, не ходи туда, там тебя ждут проблемы, да? Как же мне туда не ходить, если они меня там ждут? Потому что. На некоторые вопросы, вот на вопросы почему, нужно говорить потому что. Какие проблемы? Ребят, вот потому что. Хотите делать сахар? Пожалуйста. Но я вам этого не говорил. Я вам говорил, не лезьте в сахар. Хотите делать, потом ко мне не приходите. И не говорите, что у вас какие-то проблемы, трудности и всякое остальное. Окей. Саш, я тебе сейчас передам слово, чтобы ты тут немножко закончил. Да, вот потому что гладиолос. Так. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, 96, если меня слышно. Если меня слышно хорошо, напишите 96. Это культовая цифра. 96. Окей, хорошо. Меня отлично слышно. Саш, прошу тебя перенеснуть слайд. У нас слайды двигаются сегодня. Так. Ну, это, собственно, о чем говорил Александр, да? То есть, всегда будут какие-то люди, левые, которые будут хотеть вас скинуть и так далее, и так далее. Но, если вы будете правильно проверять поставщика, правильно общаться с клиентами и так далее, вы этого всего избежите. Потому что, ну, как бы уже есть некий опыт, да? Уже есть опыт порядка нескольких лет, да? Когда люди уже это все делали, уже все сделали за вас, совершили кучу ошибок и так далее. Поэтому в этом плане все, в принципе, есть. И далее вот я хочу поговорить вот о чем. Есть вот, мы с Александром сегодня очень долго думали и пытались выделить основные тараканы, да, в головах новичков, да, которые еще думают, да? Кто, вот давайте по пунктам, кто вот из вас думает, что все ниши заняты, что вот вы сейчас один, вы, как бы, новичок, вас никто не ждет, вас никто не знает. И, более того, если вы сейчас пойдете к поставщику, он вас, скорее всего, пошлет или даже сожрет, потому что он, как бы, такой весь крутой поставщик, а вы такой вот маленький человечек, который придет, который вот ничего из себя не это. У кого есть такое? Напишите 4 в чате, пишите 4. У кого есть такое? 50 на 50, нет, ну вот, видите, четверочки пошли. Окей, хорошо, на самом деле это абсолютно нормально, то есть, ребят, вы вот в этом абсолютно не виноваты, что у вас такой таракан в голове. Почему? Потому что общество и СМИ и так далее, они вам всегда будут говорить, что куда ты лезешь, сынок, куда ты лезешь, там серьезные дядьки сидят, которые, ты придешь, они скажут, что тебе надо, щенок, да, они не будут на тебя как-то смотреть. Вот это вот все навязывается, да, и говорится, что у вас ничего не получится. Сидите, спокойно работайте на работе, никого не трогайте, никуда не дергайтесь, все будет хорошо. Это огромный стереотип. И у меня тоже такой был стереотип, потому что, когда я это делал, мне было 19 лет, я считал, что я молодо выгляжу, я считал, что я не умею общаться с людьми. У меня на тот момент не было машины. Я считал, что если я приеду к поставщику на маршрутке, а он приехал на Lexus LX 570, да, то он со мной в принципе не будет никак разговаривать, потому что пришел какой-то сопляк, да, и он сейчас что-то тележит. У меня было точно такое же впечатление, я думал, что как бы никуда не получится пролезть. Это все огромный стереотип. Почему-то, когда я приезжал на маршрутке и говорил, что у меня есть клиенты, почему-то они начинали со мной нормально общаться. Парадокс, но так оно и было. То есть в этом плане, то есть тут нету таких предрассудков, что вы придете, вот, а вас там обсмеют, как-то это, абсолютно такого нету. Это огромный стереотип. Простой пример приведу. У меня есть ученик, его зовут Сергей Жулин. Опять же, можете найти его у меня в друзьях ВКонтакте. Сергей Жулин, он мой ученик, мы с ним достаточно хорошо общаемся, он стал моим таким хорошим товарищем. Сергей занимается грузоперевозками. Занимается грузоперевозками и немножечко торгует инертными материалами. Как он начинал? Как вообще он начинал? Он сейчас зарабатывает где-то порядка, ну, 250-300 тысяч в месяц. Ну, это, в принципе, неплохие деньги, даже если бы он жил в Москве. Он живет в Краснодаре. Как, собственно, у него это получилось? Сергей, опять же, обычный человек, ему сейчас 28 лет, он ничем не примечательный, совершенно стереотипедический. Он начинал свой бизнес с продаж жвачки Лафыз. Ребят, тут даже история есть небольшая. Ребят, кто видел у меня на сайте Optum8.ru, там есть такой баннер, типа, надоело продавать Optum, и там такой Лафыз нарисован, и там такое зачеркнуто, и типа, иди продавай Optum. Кто видел, напишите плюсик. Кто-то, вот, да, кто-то видел. Вот это как раз по мотивам общения с Сергеем, под впечатлением я данный баннер сделал. На самом деле, он продавал Лафыз, да, и как бы продавал уже в тот момент, когда Лафыз уже начал из себя потихонечку как бы иссякать, да, то есть он уже был не такой интересный, как год назад, и в целом у него достаточно печальная ситуация была, то есть достаточно тяжело и так далее. Он повесил нос и думает, ну все, пойду сейчас на работу. Вот, ну, как бы в процессе, да, сейчас не буду говорить, как он к этому пришел, что мне нужно было ему сказать и так далее. Он попробовал продавать Optum, и причем, как он нашел своего поставщика, то есть с кем он сработался. Он, ну, как бы внедрил, да, одну из техник, техника нетвокинга, да, когда ищешь поставщиков через свои контакты, через полезные связи, и, соответственно, нашел поставщика, и поставщик оказался его соседом по лестничной клетке. То есть у них компания, которая занимается грузоперевозками, Сергей к нему, ну, я не знаю, каким образом подкатил, сказал, что так и так, что вот есть клиенты на грузоперевозку, мол, давай работать. Они вот по сей день работают вместе. Работают вместе, наняли сотрудников, то есть, ну, как бы у них все достаточно неплохо. Это вот, ну, простой пример, да, то есть обычный человек, который, в принципе, как и 90% вообще обычных людей, просто вошел в опыт, да. Опять же, с теми же приубеждениями, что все ниши заняты, что тяжело, абсолютно нету разницы. Повезло человеку? Нет, ему не повезло. Ему не повезло. Ребят, везения не бывает. Успех – это результат усилий, а не результат каких-то там, я не знаю, везений, удачи. Второе, вот второй таракан, опять же, у кого есть такой таракан, что быстрых результатов не бывает, что, значит, я сейчас начну, как бы я вот в этом месяце только 5 тысяч заработаю, в следующем 6, а вот когда мне будет 43, я уже буду зарабатывать по миллиону. У кого есть такое, что вот как бы быстрых результатов не бывает? Напишите плюсик. Так, тоже вижу, плюсики пошли. Вкратце поясню, то есть я не буду сейчас вон долго это все как-то обосновывать и так далее. Просто простой пример – это Влад, да, Владислав Лихтенвальд, который сделал 520 тысяч рублей за две с лишним недели. То есть, ну, для меня это самый очевидный показатель, потому что человеку очень надо было, потому что он хотел денег, потому что у него были какие-то свои потребности, он просто взял и сделал, да, это две недели, да. Разумеется, вы можете пойти в нишу, в которой полная «Ж», да, в которой очень долго идут сделки, в которой очень вредные поставщики, в котором маржа там, я не знаю, какие-то копейки, то есть вы будете за сделку на 10 тысяч там пахать полмесяца. Такое тоже может быть, если вы неправильно занешуетесь, но если вы все сделаете правильно по технологии, то есть пойдете в ту нишу, к которой у вас есть какие-то предрасположенности, да, или в которой вы чувствуете себя, да, вы видите себя, потому что важно видеть себя в нише. То есть, если вы не видите себя, что, блин, ну там, вот я металлопрокат смогу продавать, вам не нужно идти в металлопрокат, вам нужно идти в другую нишу. Просто важно понимать, что ниш вообще огромное множество, да, и для всех найдется своя ниша, это 100%. Вот, это то, что касается быстрых результатов, не бывает. По следующим тараканам, кто будет таравить, следующий человек, который будет таравить тараканов в вашей голове будет Александр, передаю ему слово, немножко добавлю. Саша, передаю слово. Саша, передаю слово. Ребят, вот сейчас мне должно быть слышно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Окей, всё, достаточно плюсиков, я понял, что меня слышно. Так, мой таракан, моё богатство. Самая проблема понять, где моя ниша. Я вас уверяю, это не самая проблема. Окей, хорошо, давайте немножко про тараканы и немножко будет, наверное, уже завершаться. Так, сколько до конца сеанса, мне два раза кинули, как-то же они пропали. Ну, значит, делали что-то сильно не так. Хорошо. Быстрых результатов не бывает. Ребят, дело в том, что вот пока я верил в то, что не бывает лёгких денег, не бывает быстрых денег, я реально вкалывал много тяжело и задёшево. Но сейчас я искренне верю, что есть темы, в которых можно заработать легко и быстро. И у меня получается заработать легко и быстро. Удивительно, правда ведь? Далее. Можно попасть на деньги. Представьте себе, да, можно попасть на деньги, это Россия, это Russian Business. То есть, да, вас могут кинуть, если вы будете принимать деньги сами. Поэтому вначале, пока вы не умеете проверять поступщиков, вы не умеете оценивать свои риски, не работаете через своё ООО, не работаете через своё ИБ, работаете по агентству. То есть, самое страшное, самое сложное, что может быть, это вам не заплатят денег и всё. Для тех, кто в танке, вот про агентский договор подробнее, пожалуйста. Ребят, ну, к сожалению, у нас сегодня вебинар, это не тренинг. Вебинар – это вот, ну, пара часов общения. Мы не можем выдать на вебинаре всё то, что выдаётся в трёхнедельном тренинге «Быстрый старт» в опыте. Нет нужных знаний. Вы действительно верите, что знания помогают вам зарабатывать деньги? Абсолютно не имеет никакого значения. Вот, сто процентов. Когда вы начинали ходить в школу, вы тоже не знали, как складывается 2 плюс 2, как умножается 2 на 3. Вы не знали, что такое там какие-то молекулярные атомные решётки. И, в принципе, да, вы об этом узнали только позже. Иногда даже мешают. Вот абсолютно точно. Если вы сейчас не разбираетесь в нише, 10 звонков от клиентов поставят всё на свои места. Они вам за 10 звонков зададут такое количество вопросов, вы так быстро прокачаетесь, что, ну, просто вы станете экспертом в этой теме, и вы будете знать, какой должен быть щебень, какой он там фракции, как он там размешивается, засыпается, как он перевозится и так далее. Поэтому, если у вас нет нужных знаний, это абсолютно не повод для того, чтобы не заниматься оптом. Абсолютно. Все, кто говорит там, я молодой, я старый, вот, кто думает, что уже годы не те, чтобы заниматься оптом? Кто так думает? Есть тут такие? Или все прям как в себе уверены? Ну, не стыдно? Да. Вот смотрите, когда мне было 14 лет, и я выступал на аудитории в офисе и говорил, я приглашаю вас на работу, я чувствую себя дискомфортно и думаю, вот будет мне 20. Я такой выхожу в пиджачке и говорю, так, ты будешь работать на меня, если что не нравится, пошел вон. Сейчас мне 20. Ты думаешь, боже ж ты мой, откуда ты такой взялся? На самом деле, ну, по факту, возраст, он ничего не играет. То есть, можно в 18 лет делать такие вещи, можно, ну, и в 60, и в 70 можно делать. Все зависит от того, насколько вы быстро и насколько у вас, ну, работают мозги. Вот, Людмила, молодец, да? Очень изучила структуру цен завода, все оборудование, составы цемента, спрос, цены и так далее. Надо было, и все сама нашла. Вы знаете, когда очень надо и когда вы понимаете, что сделка может принести миллион, вы очень быстро почему-то учитесь, очень быстро вникаете, очень быстро во всем разбираетесь. Саш, забань, пожалуйста, вот этого человека, ХБЮФН. Он там ждет, что я ему буду продавать какой-то курс, не буду я ему ничего продавать. Персонально, вот специально для него это мой персональный банк, подарок. Вот, это один из бонусов, такой подарок. У кого нет денег для старта? У кого останавливает то, что вам нечего вкладывать? У кого останавливает то, что вам нечего вкладывать? У вас нет денег. Откуда вы взяли этот таракан? Зачем вам деньги в агентском бизнесе? Меня не остановить, окей. Вот много кого останавливает то, что нет денег, да? Понимаете, одна тема, когда денег просто нет, а другая тема, когда у вас же долгов в мешок. Вот, ну, когда долгов, это вообще беда, то есть очень тяжело, это распянет назад. А когда у вас просто нет денег, это ничего страшного. У вас есть стимул их заработать. А, ну, да зачем? Даже директ не надо сначала, можно через Авито продавать. Это реально кейсы, то есть мы продавали, ну, не мы конкретно, да, у меня вот ученица. А я с кем-то что-то делаю, я говорю, мы всегда. Очки через Авито. Очки, копии очков проекта. Ну, она, да, заработала немного, может, 1010-12 за две сделки. Но она и не напрягалась. Она выложила очки на Авито, продала им за два звонка, и всё. Во что в опте нужно вкладывать деньги? Вот в агентском опте ни во что в принципе. То есть если вы работаете в агентском уговоре, вам не нужно общество с ограниченной ответственностью, вам не нужен офис, вам не нужен секретарь, вам не нужен менеджер, вам не нужна телефония. Ну, да, вы можете прозвонить кого-то со своего мобильного, от этого вы точно не умрёте. Если вы будете меньше денег сливать на разговоры с подругой, вы сможете прозвонить по делу, по существу, да? Вот если, ну что такое нет денег для старта? В моём понимании стартовать, да, бизнес, это хотя бы 300 тысяч открыть, если снабдить его необходимо. Мы не говорим про рекламу, про склад там и всё остальное. И я стараюсь, лично я, все свои проекты стартую с нуля. То есть это должно быть 3-5 тысяч рублей, проект, когда окупает себя, когда он приносит прибыль, тогда я уже думаю о том, чтобы нанять сотрудника, о том, чтобы офис там, ещё что-то переделать сайт и дать рекламу и так далее. Поэтому сначала делаем, ну, всё делайте наоборот. То есть сначала деньги, потом всё остальное, то всякая атрибутика. Вот этот офис и всё остальное, то есть ни разу не помогает вам зарабатывать денег. Оно сжирает денег хорошо, вы можете пролететь с этим и не заработать. А по факту, да, вот если у вас нет денег для старта, это лучшая ситуация, потому что вы будете очень экономны к своим ресурсам. Вы будете правильно оценивать, что текущее положение дел, вы будете цепляться за сделки, вы будете тянуть клиентов, вы будете уговаривать. Не лучшее положение, но вы начнёте зарабатывать. Вы начнёте зарабатывать, потому что у вас не будет выбора абсолютно. И я знаю человека, который просто уволился с работы, но только потому, что ему нужна была жёсткая мотивация. У него было три кредита, он уволился с работы, чтобы начать наконец зарабатывать нормальных денег. Про то, если клиент спросит, где находится компания, вы называете какой-нибудь адрес. Узнайте, где находятся примерно какие-нибудь поставщики, там и, соответственно, узнаете. И кого останавливает то, что у вас нет ни ИП, ни ООО, и у вас нет в этом опыта, и бухгалтера у вас никакого нет, и всё остальное. И вам это снова не нужно, потому что вы работаете по агентскому договору. Когда будете зарабатывать 100-500 тысяч, тогда вы будете делать ИП себе. И вам подойдёт для агентского договора 6% упрощён ИП. Это всё просто, там не надо никаких бухгалтеров, там не надо никакого штата. Я до сих пор справляюсь своими силами, раз в год я сажусь, умножаю все поступления на 6% и всё. Андрей, если вы смеяться, может, третий месяц мотку выносите, может, пора ещё что-то затестировать, нет? Не возникало у вас такой мысли, что есть другие ниши? Зачем вы долбите то, что не приносит денег? Если лошадь сдохла, слезьте. Не надо уговаривать, что лошадь ещё немножко поработает. Не надо. Можно вообще без ИП, да. ИП сейчас невыгодно, говорят. Ну кто что говорит. Если с мозгами, то всё выгодно. Всё зависит очень сильно ещё и от ниш, в принципе. Так, все вот эти пенсионные взносы, ребят, это тема отдельного юридического каста, который я буду давать в тренинге «Быстрый старт в опте». Кого-то там поджимают, давят, я не знаю. Александр, ваш вопрос про услуги меня убивает, и я не представляю, как... Можно услуги продавать оптом. Что это такое? Что значит продать услуги оптом? Какие? Ну, например, выриелка. Как услуги оптом? Кому? Окей. У кого ещё есть какие-то раканы? Что у вас ещё тормозит? Что останавливает от того, чтобы начать, наконец, зарабатывать деньги по агентскому договору оптом? Напишите сейчас в чате, какие есть раканы. Вконтакте напишу. Лень. Самый жёсткий ракан – это лень. Возьмите, чёрт возьми, сделайте. Что должно в вашей жизни случиться, чтобы вы начали зарабатывать? Как я мотивирую себя? Ребят, не очень просто, потому что я хочу нормально жить. Я не могу жить на 15 тысяч рублей. Я не могу жить на 30. Я не могу жить на 50. Меня мотивируют не деньги, а то, что можно купить на эти деньги. То, как можно жить, вот, дая деньгам. Семён задает простой вопрос. Если вы специалист в опте, то, наверное, он приносит больше денег, чем вебинары обучения. Семён, а почему вас это интересует? Давайте умножим количество денег, которые вы мне заплатили, на… ну, как бы, да, и посмотрим, сколько денег мне приносит опт, и сколько вы мне принесли сейчас. Вот, Игорь, когда у вас полное отсутствие денег, вам как раз-таки очень нужно начинать их, наконец, дорабатывать. Если вы в маленьком городе, вы можете продавать на большой город. Если поставщик в другом, как проводить встречу в таком случае? Ну, очень просто заключается агентский договор на расстоянии. Где взять бланк агентского договора, мы его даём в тренинге. Да, Семён, вы сейчас мне не принесли конкретной прибыли, почему вас это беспокоит? Это, кстати, ещё один терактор. ...многих людей. Почему-то вы сейчас сидите на вебинаре и думаете, а что же я имею с этого? Почему вы думаете обо мне? Вы сейчас сидите, получаете пользу для себя, и при этом вы спрашиваете, а что, собственно, ну как бы, да, что тебе с этого? Да какая вам разница? Неужели вам плохо, что мы сейчас два часа перед вами здесь выложились и выдали тонну информации по заработку на опции? Смысл выращивать всех конкурентов? Петро, да вы сорьётесь через полгода. Вы заработаете первые деньги, вам сорвёт башня, и вы уйдёте с опыта. Вы поймёте, что вау, полмиллиона, пойду я прогуляю. И вы же вон не вернётесь, и вы будете думать, что надо что-нибудь покруче. А покруче у вас не получится, потому что опыта нет. Это вот не цинично, но это так. Владимир спрашивает, я в заголовке про вебинар сказали, что можно заработать месяц 4 тысячи. Это можно абсолютно сделать на многих книжках, я могу вам любую разложить по этим деньгам. Семён говорит, я не верю в безвозгласно раздаваемый материал. Семён, не верите, заплатите мне денег на сегодняшний вебинар. Я вам могу дать свой яндекс кошелён, переведите мне столько, сколько ждёте нужно. Как проводить открутку удалённого лора достаточно легко? Саша, сблокируй, пожалуйста, Семён. Он тут сидит, что-то сетевой маркетинг какой-то там, не сетевой маркетинг, холодные встречи, холодные звонки. Напрягает, напрягает. Я к концу недели, вот когда неделя перешагивает до вторник, до среду, это у меня уже считается к концу недели, я становлюсь немножко злой. Семён, что научить зарабатывать деньги может только тот человек, который зарабатывает больше, чем вы. Кто со мной согласен? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, да, если, то есть смотрите, если мы говорим, что мы вас научим зарабатывать до 50, то мы должны зарабатывать больше. Да, это очевидно. И это очень-очень стрёмно, очень стрёмно, вот по-простому, очень стрёмно, когда кто-то проводит какой-то веб-ар, говорит, я вас научу зарабатывать, сейчас всё будет хорошо, и он вам рассказывает какой-нибудь контент из книжки. Этот человек понятия не имеет, что такое вставать в 6 утра, чтобы тащиться на металлобазу, потому что нужно грузить клиента. Если вы не загрузите в 8 утра, машина в артамаск не уедет. А если она не уедет до обеда, клиент уйдёт к конкуренту. Этот человек вам расскажет по книжке «Как здорово продавать оптов». Он вам не расскажет о тех проблемах, которые мы вам рассказали. И давайте так вот, чтобы понять. Дело в том, что у нас скоро станет программа «Быстрый старт в опте», а как быстро стартовать оптовый бизнес. Чтобы понять, можем ли мы быть вам полезными или нет, я хочу задать вам такие вопросы, которые, может быть, не совсем корректны, или я сам не люблю на них отвечать. Просто нужно будет ставить единички, двойки, тройки. Ребят, поставьте, пожалуйста, единички для тех, кто зарабатывает сейчас больше 30 тысяч рублей. Единички для тех, кто зарабатывает больше 30 в месяц. На любой теме, неважно на какой. Единички. Окей. Для вас мы точно можем быть полезными, потому что я зарабатываю в раз и больше. Естественно, только оптовая тема приносит пару тысяч в месяц в лайт-режиме. Это в сезон, естественно. Мы говорим о сезоне. Поставьте, пожалуйста, двойки те, кто зарабатывает больше 70 тысяч рублей в месяц. Двоечки те, у кого больше 70. Ну, то есть, может быть, у вас бизнес небольшой свой или еще что-то 70 тысяч. Отлично. Вам тоже мы можем быть полезны, потому что в любом почти как бы, да, уровень дохода выше. Только вчера, кстати говоря, у меня, ну, к моему счету добавилось 300 тысяч рублей, но это чисто прибыль. То есть, это мои деньги полностью, которые я не должен ни с кем уже делить и так далее. Поставьте, пожалуйста, тройки, кто зарабатывает больше 150. Тройки, кто зарабатывает больше 150 тысяч. Те, кто зарабатывает больше 150. У меня вопрос. Вы что здесь забыли? Зачем вам это нужно? Интересно. Оп, окей. Интересно, это да. Я соглашусь, что это реальная причина. Те люди, кто реально зарабатывают деньги, вы правильно ответили. Вот смотрите, мне понравились ответы «интерес». Почему? Потому что мне всегда интересны новые темы. И любой человек, который зарабатывает денег, он всегда хочет узнать, а как же он может заработать еще, как же он может заработать больше денег. И я скажу, я как бы, да, я не преувеличу, если скажу, что вам хочется действительно зарабатывать в порядок больше, благодаря новым темам и новым, как бы, да, новым направлениям. И еще я одно могу сказать, что мне будет с вами очень приятно работать в программе нашего тренинга, просто потому что у вас уже мост перестроен на другие цифры. Я это искренне совершенно говорю. Вы знаете, когда вам нечего есть, вы думаете о том, как вы заработаете 10 тысяч. Затем вы думаете, как вы заработаете 30, чтобы платить за ипотеку. Потом думаете 50, чтобы еще и кредит за машину. Потом вы думаете сотку, чтобы отдыхать. Когда вы зарабатываете 150, вы думаете о том, что пора бы еще отдавать что-то другим. Когда вы зарабатываете 300, у вас совершенно другие задачи в жизни, и хочется отдавать больше и больше. Окей, для вас мы можем быть полезными. И сейчас у меня для вас есть специальное предложение. Смотрите, наш следующий формат. Я вам расскажу о том, что мы для вас приготовили, что у нас для вас есть, и как мы можем помочь вам. А затем мы выдадим вам бонусы и подарки, и я отвечу вам на вопросы. Виктор, с 30 тысячниками тоже интересно работать, но в другом формате. Потому что когда вы с 30 тысяч зарабатываете 100, у вас рвают башни, это прикольно. Я себя помню таким, когда я первый раз заработал 100 тысяч, у меня отрезались руки, я бегал по квартире, а рау, вау, 100 тысяч. У вас, по сути, есть два пути. Вариант номер один. Пройти этот путь самостоятельно. То есть вы берете любую нишу, начинаете ее тестировать, вы начинаете принимать звонки, работать с поставщиками, заключать договора, получать какие-то деньги, выплаты, грузить клиентов, получать свои детские вознаграждения и так далее. Можно остаться без денег, можно кому-то что-то выплачивать и так далее. Это путь номер один. Это такой долгий путь, вы можете потратить пару лет на то, чтобы разобраться в нише, чтобы наконец открыть свое общество с ограниченной ответственностью, штат, там все дела, уйти в минуса, потом наконец попасть в сезон, заработать каких-то денег. Андрей, я прочитал... Примерно процент ваших учеников добивает успехов. Я уже на него ответил в чате, что те, кто делают, добиваются результаты. По-моему, все вот элементарно просто. Стратегии отработаны настолько, что если вы делаете все по шагам, вы получаете результат. Я на него уже ответил, Петр, и я думал, в принципе, без вашей рекомендации я бы, в общем-то, разобрался ответить мне на этот вопрос или... Нет. Это вариант номер один. Это путь для тех, кто верит в свои силы и знает, что, в принципе, он может справиться и сам, и все трудности, и тревога, и все остальное как-то вот... На чем я остановился? На чем я остановился? В каком моменте пропал звук? Уже есть звук. Да, на каком моменте вы остановились? То есть я вам рассказал о том, что многие могут справиться сами, наверное, если так уверены в себе. И вариант номер два – это взять... Мы возьмем вас за руку, проведем вас через все эти тернии, через все эти... И поможем вам заработать денег в опте. Кому, в принципе, было бы интересно заработать 150 тысяч рублей на оптовой теме. Причем на той теме, которую вы выберете сами. Было бы интересно. Окей, отлично. Так, я сейчас открою наш слайд. Нет, не всем на самом деле, потому что кому-то эта сумма кажется небольшой, кому-то она кажется огромной и нереальной. 300-500, окей. У нас есть для вас специальная программа «Быстрый старт в опте». Она называется. Это трехнедельный тренинг, который посвящен заработку на оптовой теме. Вот здесь его можно купить. Он будет проходить в режиме онлайн с нашей обратной связью и всем прочим. Кто там просил всякие типовые договора, шаблоны и так далее, все это у нас уже есть в этом тренинге. И, в принципе, подойдет ли информация из курса для Украины. Насколько я знаю, что у Александра в прошлых потоках обучались люди из СНГ. Окей, и сейчас у меня для вас есть спецофер. Спецофер. Что это такое? Я специально так это выделил. Ребят, напишите, пожалуйста, те, кто сейчас напишет самую крутую причину, по которой мы должны взять именно его в тренинг, я вам даю 30% скидку на VIP-блог нашего тренинга. Персонально. Вам нужно сейчас в чате написать причину, по которой мы должны взять вам. Андрей тут говорит, что он был на платном курсе по Осту, но ничего у него не получилось. Андрей, а что вы, собственно, делали? Напишите мне отчет конкретно по каждому дню, что вы сделали, и мы посмотрим и разберем. Заработать больше меня, интересно. Второй ребенок скоро родится, окей. Заработать более 500. Подняться. Мать-одиночка. Я отдам им 50%. Меня не мотивирует. Настро у нас нет выбора, блин. Пишу, хочу стать сахарным магнатом, кредитов, детей. Типа, ребят, мне не нужны деньги. Правда. Ну, я их сам доработаю, мне не нужно отдавать ваши деньги. Ваши деньги – это ваши деньги. Потому что я уже подписался в тренинг по купонам. Потому что надо, и я так хочу. Меня, потому что я готов пасивать. Просто тут яркий пример опта. Так, беременная жена. Действительно, шпики-бакси. Завтра могу остаться на улице. Хочу продавать нефть, потому что я молодец. Классно. Станем отличными партнерами. Дом построить надо, большие долги. Хочу саморазвиваться. Только тут ни сахара, ни сталь. Самая главная информация. Очень много долгов. Просто нужно быть здоровой клеткой. Саш, налоги. Вот я сейчас читаю, как бы ты тоже почитай. И давай мы с тобой посоветуемся. Напиши мне в скайпе, какую причину ты считаешь крутой. У меня код скастрирован. Это невероятная причина. Исполнить мечту матери и отправить ее во Францию. Хочу стать миллионером. Возьмите и станьте. Наш тренинг здесь причем. Мы про 150 тысяч. Хочу освоить новую ништу. Вопьте сильно, потому что вы отвечаете за тех, кого приручили. Готов реально по хате не говорить. Так, не хочу больше работать на дядю. За день четвертый год уже работал по специальности. Понял одно, деньги заработанные. Ребята, кто понимает, что в принципе это и ваша мотивация тоже. И в принципе вам тоже нужен этот тренинг. Хочу узнать все досконально. Заузнать не надо. Мы тут будем делать. Мы тренинги делать будем, а не узнавать. У меня крутая причина. Промы у детей крутая причина. Хочу так жить, чтобы не ходить на завод. Жить, а не выжимать. Нужно поддерживать. Тут получатся одинаковых матерей. Хочу жить и радоваться. Матерям бесплатно. Хочу зарабатывать на опте. Я это сделаю. Все, наверное. Так, где слабаков. Ну да, действительно слабаков. Так, окей. Мы сейчас с Александром Залогиным посвящаемся. Буквально 30 секунд. Вы на тренинге будете только фигачить. Там не будет теории никакой. Там только делать. Вопросы будут чуть позже. Тренинг начнется в понедельник. Да. Вот ссылка еще раз. Да, вот к черту все, берись и делай. Именно так. Окей. Мы с Александром Залогиным. Сейчас он мне допишет огромное свое сообщение. Своё мнение как бы. Да, я дам свое. И мы примем решение. Так. Я сейчас открою. Мы приняли решение и решили, что Антон, который латинскими буквами «Антон», у которого скоро родится второй ребенок, мы для него делаем скидку 30% на бип-блок нашего тренинга. Антон, если тебе интересно и ты хочешь вписаться в бип-блок тренинга, поставь, пожалуйста, «Окей». Если тебе неинтересно, мы отдадим этот шанс другу. Скидки закончатся. Нужен пошаговый алгоритм. Вот за пошаговым алгоритмом сюда. Антон, так. Так. Антон, «Ок» это значит, что ты идешь в бип-блок тренинга. Я правильно тебя понял? Окей. Ребята, а кто уже выставил счет себе и кто решил, что ему нужно идти в этот тренинг? Точнее так, давайте, кто выставил счет и... Нет, кто просто... Кто решил, да, что ему нужно идти? Я... А кто уже выставил счет? Поставьте тройки. Вот здесь вот есть стоимость. Отлично. Так, хорошо. На самом деле, давайте я вам расскажу немножко о том, как будет проходить тренинг, в каком формате, что мы будем делать и так далее. Кому, в принципе, было бы интересно узнать, что его ожидает внутри, собственно, за что мы берем каких-то денег. Иногда он меня спрашивает, почему мы берем денег за тренинг? Потому что за бесплатное, ну, бесплатное оно не ценится. Я, честно говоря, провожу тренинги и вебинары разные, потому что мне в кайф. Мне реально нравится делать то, что я делаю. Мне нравится обратная связь. Мне нравится, когда... Мне нравится, когда люди приходят ко мне и говорят, слушай, чувак, я расплатился по кредитам, у меня больше нет кредиток, и спасибо тебе большое. Ну, это на самом деле стоит дороже, чем какие-то там 5 тысяч. Когда человек приходит и говорит, ты знаешь, я заработал за неделю больше, чем за 3 месяца на работе, это тоже стоит дороже. Окей. Хорошо. Что вас ждет в тренинге? Во-первых, это трехнедельный тренинг. То есть это не однонедельный, это трехнедельный. То есть 21 день мы будем с вами работать в режиме онлайн, мы будем давать вам задания, корректировать обратную связь и по факту добинуть до результата. Кто еще не нашел посылку, прямо сейчас находите. И мы вместе с вами будем смотреть, что туда входит, что из этого вам нужно и так далее. Тренинг будет идти 3 недели. Во-первых, да, вы получите навык открытия и ведения оптового бизнеса в целом. Да, у нас есть гарантии, естественно. Если вам нужен бинок под зад, то это сюда, да, это тот случай. Будет от трех и более занятий в неделю. Чтобы вы понимали, три и более. Плюс будут касты с ответами на вопросы, плюс будут различные бонусы, плюс у вас куча всего дополнительного. Кто вообще проходил наши тренинги и всегда знает, что мы даем больше, чем обещаем. Если обещаем, недельный тренинг, он идет 2 недели. Если обещаем трехнедельный, то больше. Если там еще что-то и так далее. За гигантским пенталем, конечно, сюда. Огромное пентелище. Если вы заметили, я не сильно терпимый человек. И если кто-то страдает ерундой, так ты страдаешь ерундой. И даем из жесткого пинка, чтобы он прекратил страдать ерундой. У нас будет идти тренинг больше, чем 3 недели. Скорее всего, вы получите... Ну, знаете, когда вы говорите, что я заработал за неделю 100 тысяч. Ну, люди всегда такие, они там ходят, ваши родственники, на работу за 20, а вы такие, я заработал 100 тысяч, и я недоволен. У меня все печально, мне так грустно. Вот, человек недоволен, 100 тысяч. Это такое уважение. Получается, это... В этом есть необходимость. Роман, ты уже идешь в наш тренинг по купонателям. Если решишь, идти сюда, я тебе сделаю персональную скидку. Напиши нам почту в суббор. Без проблем. Там будет, как выбрать нишу, как ее протестировать. Я вам скажу больше. Вы выберете нишу, вы ее протестируете, вы получите звонки от клиентов, вы найдете поставщика, вы проведете сделку. Или несколько сделок даже. Вы заработаете реальные деньги. Как быть, если 150 вместе... Если не мотивирует, приходите ко мне в личный коучинг. Там вас будут мотивировать другие суммы, но личный коучинг стоит сильно дороже. Там будет о том, какие документы заполнять, как вести переговоры, как общаться по телефону и так далее. Да, сделки будут по агентским договорам. Дальше, чтобы вы понимали. Эту программу прошли уже 143 человека. То есть вы не первые, вы не первопроходцы, и все технологии уже отработаны. Суммарно участниками тренинга было заработано 6 387 000 рублей. Как открыть ООО будет, да. Это отдельный блок в разделе «Год» он будет. Во-первых, что вы все получаете? Все однозначно получают онлайн-участие в тренинге. То есть вы будете задавать вопросы вживую, получить обратную связь и так далее. Костите под «Бизнес-молодость». Ха-ха-ха. Очень смешно. Мы и «Бизнес-молодость» — это разные вещи. «Бизнес-молодость» — проект по старту развития бизнеса с нуля. Мы не являемся «Бизнес-молодостью» и ее филиалами и так далее. «Бизнес-молодость» — это «Бизнес-молодость», да? Они обучают там, ну, старту во всех нишах. Я, если честно, как бы, ну, сейчас не знаю, как это работает этот проект. Где можно про личный коучинг просчитать? Нигде. Я туда только приглашаю. Прочитать про него нельзя. Вы получаете раздаточные материалы, то есть все слайды, все брошюры и так далее. Тем, кто проходил тренинг по купонаторам, будет, да. Те, ребят, кто был в тренинге по купонному бизнесу, напишите мне в личку, и мы обсудим с вами стоимость вашего участия. Вы получаете всю группу. Эта группа живет и после окончания тренинга, то есть мы продолжаем оказывать поддержку по мере необходимости. Если вы сталкиваетесь со сложными ситуациями, я реально говорю, да, что я никогда еще человеку не сказал, что чувак, у тебя тренинг закончился, все, давай до свидания. То есть только иногда нужна помощь. Вот, поэтому сейчас выставляйте себе счет и принимайте решение, какой пакет вам нужен. У меня, так, хотел бы прочитать книги. Петр, это, наверное, Александр Залогин, и я не пишу книг пока что. У меня нет на это времени, я даже статьи не могу на сайте писать, потому что у меня нет времени. Ух ты, сколько вас правда написало, я вам отвечу всем попозже. Да. Саш, какие там потом ссылочки на свои книги? Ну, это давайте, это в самом конце, мы еще будем сегодня отвечать на вопросы. Ребята, а кто понимает, что ему нужен этот тренер, но вы еще пока не определились, какой из вариантов, там, стандарт, вот или релик, вообще непонятно, в принципе, за, ну, какой вариант вам больше подходит. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отличия в двух материалах и отличия, ну, в таких вещах, как, допустим, наличие возможности личной консультации со мной и с Александром Залогином. И доступ, например. Кстати говоря, ребят, кто хочет VIP, но сомневается, я сейчас дам вам одну фишку, которая вас жестко должна смотивировать. Кто хочет VIP, поставьте тройку. У вас слишком много, во-первых, мы столько не возьмем, сразу должны понимать, потому что VIP ходит личная консультация, меня и Александра Залогина. Мы столько не потянем по времени, потому что мы еще иногда спим. В пакете VIP есть доступ на сайт закупки.ру с оплаченным годовым доступом. Стоимость годового доступа 25 тысяч рублей. Что такое сайт закупки.ру? На этом сайте вы можете посмотреть, какие заказы размещают, выставить свое коммерческое предложение и очень быстро получить заказ, выполнить его, заработать денег. Поэтому, кому нужен VIP, я готов взять несколько человек. Те, кто с тренинга, например, уже проходили у нас, ну, вопрос, вы знаете, что это вопрос скорости. Если я говорю, что места на VIP закончились, значит, места на VIP закончились. Вот, поэтому это вопрос скорости, я обычно не шучу в этих местах. Три человека мы возьмем. В принципе, мне было бы интересно, да? Окей, так, я смотрю, один человек уже принял решение, я поздравляю с этим, окей. Это зачет. Это большой-большой плюсик. Цена на VIP для тех, кто в танке и почему-то вы не активны, вот. Так, еще у нас Антон не выставил счет. Антон, который получает VIP со скидкой, выстави, пожалуйста, сейчас счет, чтобы мы тебя зафиксировали. Да, все, ну, Антон отдельно, то есть мы трех человек берем на VIP. Ну, заказайте. Кто до сих пор сидит сейчас и сомневается, идти или не идти? Вроде как бы надо, а в то же время и так лень и обидно, и жалко денег, и лучше пойду напьюсь. Кто сомневается? Есть тут такие, которые сомневающиеся. Да, специально для вас. Давайте я вам дадам просто один вопрос, риторический. Мне на него отвечать не нужно. Ответьте на него себе. Ответьте на него себе. Сколько стоит время вашей жизни? Если мы возьмем, что в среднем я совершил за два года очень много ошибок, чтобы начать, наконец, зарабатывать приличные деньги, два года моей жизни были начали впустую. Я считал, что мне не нужен никакой наставник, я разберусь во всем самое, я самостоятельный. Два года моей жизни ушли впустую. Я делал массу действий, получал малых результатов, терял деньги, терял самое главное время, потому что время – это ресурс невосполнимый. И сколько стоят же, наконец, ваши результаты, результаты вашей жизни, сколько стоят два года вашего времени? Ответьте просто себе. Мне отвечать не надо. Вы понимаете, что так или иначе мы стартуем этот тренинг, мы его проведем, так или иначе кто-то получит результат, и это будете либо вы, либо этим кем-то будете не вы. Окей, это исторический вопрос, я надеюсь, вы найдете в себе силы на него ответить. Одна капля, обязательно приду. Во сколько будет начинаться в мае? Нет, такого не будет. Ребят, разрисание – это все будет речером, это все будет, будут выкладываться записи, это все будет точно не раньше теми. Вот для тех, да, кто не выставил счет, потому что сейчас прям не может оплатить. У кого есть такое, что сейчас вы не можете оплатить? Да. Ну, например, сейчас уже поздно, и какой бы тренинг офигенный не был, я бы на улицу не пошел и не стал бы его оплачивать. Вот вы можете выставить счет, вам позвонит менеджер, и вы согласуете дату, когда вы оплатите за тренинг. То есть это не причина. Прямо сейчас вот, прямо сейчас платить не нужно. Те, кто оплатит, понятно, ну, ВИПы, вы займете просто свое место быстрее, да, и мы вас точно возьмем. Здесь вопрос скорости. А все остальные, как бы, да, это все остальные, до какого числа, обсудите с менеджером. Выставлять счет можно здесь. Так, и Антон, которому мы подарили скидку, у которого скоро будет пополнение в семействе, это мышкин Антона из Ижевска, да? Нам главное не перепутать, чтобы сразу в программе отметить все. Я внимательно отслеживаю. Так, еще два... Так, так, так. Нет, нет, перепутал. А кто тогда? Да, теперь ждать звонка, у кого заказ успешно оформляет. Так, а кто тогда тот Антон, вот нам как раз, чтобы знать. Так, чтобы найти меня в ВКонтакте, Александр Дунаев, там родной город Оренбург, а вообще город Нижний Новгород. Так. В ВИП я могу взять еще одного, персонально от себя. Саша Залогин, можешь что-то взять еще одного человека в ВИП? Просто здесь выставили счет, и я не уверен, как бы, что я потяну. Вот того, кто сейчас последний выставил счет. Так, Саша может взять, хорошо. Я нет, потому что у меня еще идет тренинг «Быстрые деньги на скидках», и там я вы... Слушайте, давайте, много очень консультаций, я просто не тяну физически. Окей, вам повезло, кто выставил счет, вас возьмем. Хорошо. Еще раз, ссылка те, кто потерял. Кого останавливает то, что... Ну вот у вас будут деньги... Ну давайте так, давайте так. Когда вы сможете оплатить за тренинг? Ну вот по факту. Завтра. Так, завтра, послезавтра, окей. Все, это окей. Понедельник. Виктор, для вас понедельник окей. Хорошо. Будет ли мастерская интернет-магазинов? Я не знаю. Мы над этим будем думать, но сейчас мы вкладываемся лично в этот тренинг, потому что, ну, мы вытягиваем там... На результат, три недели вести тренинг, это нелегко, чтобы вы думали. Потому что у вас будут эмоциональные подъемы и спады, и вам будет хотеть то порвать весь рынок, то все бросить. И мы все это пропускаем через себя. Но это вот, это лично моя тема, это пропускаю через себя. Так, вот еще раз ссылка, кто не выставил счет. В тренинге будет немного людей. Как вы догадываетесь, мы специально поставили такую цену, чтобы отсечь лишних халярчиков. То есть просто послушатели здесь не нужны. Просто послушать здесь не надо. Потому что здесь есть комплект необходимых документов, все шаблоны, как общаться с поставщиками, скрипты по работе с клиентами, по работе с поставщиками. Книга Яндекс.Директ 0 до первых продаж, секреты быстрого старта в опте. Я буду давать отдельный каст, как снизить налоги, как там ИП или ООО, когда это нужно, и все это, как это все это провернуть. Понимаете, что это очень много работы, и просто послушать здесь не надо. Здесь надо брать и делать. То есть делать таким образом, чтобы получать результат. Вот сегодня у нас много спрашивали про то, есть ли у наших клиентов результаты, у наших учеников, да? И мы поэтому не берем всех подряд, потому что если статистика полученика плохая, тренер значит беговый. Будет сложно, но легко. Новые темы всегда даются легко, это не так. То есть если у вас уже есть опыт в бизнесе, вам будет сильно легче. Если вы еще до сих пор медленно и спите на диване, вам будет тяжелее. Но тоже нормально. Вот, ребят, те, кто говорят, что у вас нет денег, вы просто ленитесь. Это тупо лень. И все. 10 тысяч заработать можно за вечер. Размещаем объявление на Авито, продаем что-нибудь с полка, перепродаем. Какие-нибудь, да блин, наушники могут торгиться. Вот вам чит-код. Выставите сейчас наушники, продайте 50 наушников. Человек под ником Озипов. Вы, конечно, статист и стратег. Молодец. Вот выставляйте наушники Monster Beats на Авито, продавайте 50 наушников Поптерс на Центр. Я сейчас вам конкретную тему, на чем можно сделать деньги. Их купят. Поэтому не ленитесь. Так, те... Значит, все, ребят, VIP для вас закрыт. Ну, VIP больше не надо. Ой, кстати, смотрю, у меня практически... Сейчас выставил счет практически мой сосед. Дело в том, что я живу в центре Нижнего Новгорода. Я вот смотрю просто по адресу. Прям вижу, что недалеко. Прикольно. Заходите в гости. Так, когда начало тренинга, на следующей неделе мы начнем. Вот видно, что до старта программы осталось прям таймер тикой, когда все начнется. Кто не знает, как продавать по телефону, кого смущает то, что вы не умеете продавать по телефону. Ничего страшного в этом нет. Я для вас проведу специальный многочасовой семинар с эффективной телефонной продажей. Владимир, выставите счет сейчас. Что вас останавливает? Где вы возьмете наушники MonsterVids? Там же, где их берут все. Google знает все. Вы сейчас выставляете счет, потому что... Вот смотрите, я вам объясню, почему мы говорим вам выставить счет. Потому что в какой-то момент... сразу они попадают мимо. Автоматически. окей. Окей. Вот так. Я вижу, еще пару человек приняли решение. Кстати, вот кто боится там заполнять свой реальный адрес, ничего страшного. Сколько примерно длится каждое занятие? Вот смотрите, чтобы вы понимали. У меня... Вот я делаю тренинг, вот когда я составляю программу тренинга, программу мероприятий, я делаю их такие, на какие я хотел бы пойти сам. То есть, если потребуется на объяснение какой-то темы три часа, я вам буду объяснять три часа. Если потребуется час, мы будем общаться час. Если на обратную связь потребуется общаться на двенадцати, мы будем общаться до двенадцати. Вот последний раз я на своем тренинге прибыльный интернет-магазин с нуля мы закончили в пять минут первого ночи. Просто потому что я уже вещал пятый час подряд, и я попросил ребят закончить на следующий день. Потому что у меня физически горло разрывает. Сейчас мы будем вести тренинг вдвоем, и два тренера это всегда сильно круче, чем один. Потому что вы получаете взгляд с двух сторон. Я, например, сторонник всегда все упрощать. У Саши более системный подход. И наши вот такие вот взгляды с каждой стороны они всегда сильно помогают вам видеть эту всю цельную картинку. Не получается попасть на этот тренинг. Следующий будет, скорее всего, где-нибудь осенью, потому что летом мы будем отдыхать эту сию. я поеду куда-нибудь в Краснодар, там у них тепло, и, собственно, не будем ничем заниматься. Три месяца. Ну, это на самом деле шутка, но я буду заниматься больше своим оптовым бизнесом, то есть я буду заниматься оптовой продажей металлопроката приоритетнее. Сколько будет занятий? Ну, смотрите, три недели. Как минимум 14 занятий плюс обратка, плюс бонусы. Те, кто проходил тренинг, вот я смотрю просто у нас высокий процент возвращаемый. Это о чем говорит? Что те, кто однажды у нас что-то прошел, они, видимо, остались довольны, раз пришли еще раз. Если бы они ушли с негативом, они бы больше никогда не пришли. А у вас плюс 5 часов. Вы сможете прослушать запись и получить обратную связь индивидуально. Это не проблема на самом деле. То есть мы будем отвечать на все вопросы в тренинге. Марина, вот мама сюда привела. Ну, вы знаете, я всегда отношусь к своим ученикам так вот, ну, очень по-дружески, очень по-теплому. А в Питере в марте месяце мы там встречались с теми, кто проходил какие-то мои тренинги, не отдавал обратную связь, помогал с арендами, мы поиграли в кэшнлоу, в антикафе. Ну, это прикольно на самом деле. Это очень здорово. Вот. Ну, если как бы вам, да, интересно даже больше отнутовка, чем тренинг, вы тоже можете приходить. Понятно, что мы вас будем говорить о том, что вы нерезультативные и пинать вас, и вы все равно допинаетесь, потому что у нас группа результативная. И так или иначе, вы получите результат, ну, плюс вы получите окружение. Вот те, кому не хватает окружения, те, кому... Ну, что это такое? Вот. Те, кому не хватает окружения, кому все говорят, что ты занимаешься херней, пора заниматься серьезным делом. Ребят, приходите к нам. Давайте начнем сейчас. Нет, сейчас мы не начнем, потому что, ну, потому что, собственно, да, что здесь говорить, как бы, я даже потерялся, что нужно сказать. Хорошо. А кто боится, что группа будет слишком большая, и вам не хватает, ну, не хватит обратной связи, вам не хватит внимания? Никто не боится, да? А, кто боится? Ну, на самом деле, нет. У нас поэтому всегда есть ограничения по количеству участников, то есть этот тренинг, ну, не безлимитный по количеству, и мы берем столько, сколько можем потянуть. Дело в том, что я провожу вебинары уже практически год, и я прекрасно знаю, скольким людям я могу дать качественную обратную связь. Есть такое понятие, как СМК, обратная связь высокого качества. Вот это как раз тот случай. Сейчас я просто слежу за тем, сколько... Так, кроме продажи, скорее всего, даже в рассылку не будем давать информацию о предстоящем тренинге. Потому что, ну, группа постепенно набирается. это значит, что те, кто попадут, вам обратной связи хватит. Окей. Двою, что конкретная информация заточена под россиян. Саша, ответь, пожалуйста, текстом в чате по поводу Сингема. Может, у тебя есть какие-то кейсы, которые ты мог бы привезти? Можно будет оплатить в понедельник. Ну, напишите нам на суппорт, мы рассмотрим вашу ситуацию индивидуально. Если заказ оформлен, но не оплачен, мне хватит места. Ну, если вы выставили счет, то, да, вам хватит места. Пишите нам в суппорт точную дату оплаты. Возможно, мы введем такую тему, как обеспечительный гарантийный платеж. То есть, ну, вы вносите там 500 или 1000 невозвращаемо, чтобы мы забили за вами место. Остальное, да, вносите. Есть ли запись? Какая запись? Чтобы вы понимали, да, в тренинге будет очень много позитива, иногда будет сарказм по настроению, то есть, ну, мы не будем вас постоянно держать в напряге. Бизнес с напрягом это всегда плохо. Потому что, когда вы постоянно трясетесь за клиента, когда вы дорожите от того, что отключаются деньги и так далее, вот в этот случае, да, в этом случае, как бы, бизнес не идет, денег не зарабатывается, деньги зарабатываются, когда вы расслабились, когда вы контролируете процессы, но вы расслаблены. вам может показаться, это фантастика, потому что, ну, я в своей жизни недолго, да, как по мне, немного лет, то есть, я не сверхопытный дядька, я видел очень много людей, которые живут в своем бизнесе, они как загнанная лошадь. они даже голову не успевают, блин, помыть, потому что надо фигачить и фигачить, потому что аренда, налоги, продавцы, все надо заплатить, офис там, опять, подняли ППР, все так плохо, они взмыленные такие, что ты думаешь, да господи, пойди ты лучше в Евросей с продавцом, да все у тебя лучше будет, потому что бизнес, это не о том, как вкалывать 24 часа в сутки, это другое немножко, бизнес это о другом, ну и тогда нужно реально подкалывать, то есть я, ну смотрите, если вы занимаетесь тем, что вам нравится, как бы, да, вы не замечаете времени, мы вот сегодня с Сашей, за Логиным, детей фигачили, не отходя от компьютеров, вот, ну потому что нам как, мы любим то, что мы делаем, и не случайно мы пробуем этот тренинг вместе, вообще, ну, да, есть обратная связь в стандарте, естественно, чтобы вы понимали, обратная связь у вас будет, еще, те, кто решил взять VIP, я вас порадую, у вас будет месяц после тренинговой поддержки, что это такое? Это когда тренинг закончился, мы ни с кем больше не созваниваемся, а с вами мы проводим отдельные вебинары раз в неделю на протяжении месяца, вот это тот самый случай, ну согласитесь, это круто, да, когда вы уже выстраиваете систему, у вас уже есть, ну, потребность в обратной связи другого уровня, не как мне поговорить с клиентом или с поставщиком, а, как же, черт возьми, мне там, не знаю, ну допустим, нанять первых двух сотрудников, как им платить, ну, а кто пойдет за процент, а где их искать, а когда мне нужен офис, а какой мне нужен офис, и так далее, вот, это для VIP-а, давайте так, устроим голосование, вот, есть еще кто-то, кто хочет VIP, ну, прям так, что вот он думает, либо VIP, либо никуда, но есть такие люди, я знаю, что они либо берут лучше, либо вообще не идут в тренинг, есть те, кто не успел выставить счет, но прям, реально понимает, что я, окей, давайте устроим голосование, поставьте, пожалуйста, тройки, кто за то, чтобы взять Илью и Андрея VIP, точнее, те, кто поставил сейчас плюсики, кто за то, чтобы взять VIP, поставьте тройки, кто против, поставьте пятерки, я сейчас смотрю, в принципе, группа уже практически набрана, мне даже уговаривать вас не надо, о, люди за, вот, ребят, теперь вы просто обязаны выставить счет на VIP, если вы до сих пор этого не сделали, смотрите, уже все как бы дали вам разрешение на то, чтобы мы вас взяли, по сути, кто-то поделился с вами куточком своего времени, и, ну, сложно это переоценить по факту, кто-то отдал вам час, сколько стоит VIP, зайдите на этот сайт и посмотрите, я не думал, что у нас такие отзывчивые, замечательные люди, все, которые готовы поделиться часом своего времени, по факту, потому что, ну, на месте этих ребят мог быть кто-то другой, может быть, даже вы, но все проголосовали уже за них, и теперь эти ребята просто обязаны идти в VIP, ну, иначе, зачем мы все это устраивали, к чему все это было? Дороговато, печаль, не ходите в VIP, возьмите что-нибудь попроще, VIP, он на то и VIP, понимаете, когда я с человеком общаюсь час по скайпу, помогаю ему докрутить конкретную ситуацию, я не занимаюсь больше ничем, а чтобы мне вникнуть еще в его тему вообще, от и до, чем он там занимается, мне еще нужно понять, ну, потратить полдня, да, как бы я же не экспромтом, там буду вещать ему. Окей, хорошо. Хорошо. Какая главная причина сейчас останавливает вас от того, чтобы пойти в тренинг? Напишите сейчас в чате конкретную причину, кроме денег. Деньги это не причина, когда хочешь куда-то пойти, ты находишь денег. Вы знаете, может быть неудачный пример, но когда дома кто-то заболевает, вся семья находит деньги на лечение. Деньги материализуются из пустоты. Если вам очень надо, деньги находятся. Обычно, когда человеку надо платить кредит, он находит способ заплатить за кредит. Когда, не дай бог, у кого-то заболел дома ребенок, вы делаете все, вы пойдете на подработку, на халтуру еще куда-то, просто ради того, чтобы, ну, закупиться, да? Я иду в БМ. Ну, окей, идите в БМ. Кстати, у меня здесь спрашивали, был ли я в БМ? Да, я был в БМ. Я прошел в мастер-группу, значит, что там занятие? Но сейчас я не в проекте, я вам скажу более того. У меня, наверное, есть, ну, определенные свои соображения, почему я не в БМ, и почему, ну, сейчас как бы, да, почему я, например, ну, очень ровно к этому всему отношусь, без того трепета, который был раньше. Марина оформила заказ, но боюсь, что я давала ребенок. Марина, ну, вам поможет мама. Я, кажется, понял, кто вас пригласил сегодня на вебинар. Вам точно, мама поможет, вы друг за друга, как бы, горой. Андрей, если пробовал, но не получилось, и сам облажался, то, значит, надо теперь пробовать по-другому и делать то, что говорят. В кредит пройти треник нельзя. Обучаться в кредит – это дурная идея. Ну, это реально, это стремная идея – обучаться в кредит. Идите и заработайте. У вас есть время. Почему я не в ПР? Напишите мне в личные сообщения, я отвечу там. Я никогда не высказываюсь плохо о тренингах, о тренингах и так далее, только если это не откровенный разговор. А, ну, я уже записан, но понятно. Так. 30% от прибыли. Ну, если, смотрите, давайте так. Мне неинтересны сильно ваши проценты, потому что процент, он вас не мотивирует, вы сами в это не верите. Если бы вы верили в то, что вы с нами заработаете 150, вы бы сейчас не... посмотрели, что я вам отдам 45, потому что вы бы тогда отдали всего 6 тысяч за тренинг, вам 10, и прошли его, а не 45. Окей. И еще один момент. Для кого критически важно было бы понимать, что если вдруг у него не получится, он ничем не рискует, и он не потратит ни границ, каких денег. Подставьте плюсики, для кого это важно. Да. Вот для кого это критически важно, и если... А кто вот именно по этой причине сейчас еще не выставил счет? Если речь идет о гарантиях, поставьте, пожалуйста, тройки. Кто именно по этой причине сейчас уже сидит на перевес там со своей пластиковой картой и ждет чего-то, что могло бы понять ему, что он делает правильно? Нужна какая-то причина, которая объяснит вам, что вы делаете все правильно, и это не очередная херня. я иногда как бы, ну, высказываюсь разными словечками всякими, привыкайте, если будете дальше обучаться у нас, всякое бывает, то есть, ну... Слэм есть, и от этого никуда не деться. Так, есть вот такие люди, я понял. Ребят, специально для вас мы даем специальную двойную гарантию. Условия двойной гарантии, они достаточно просты. Вы со своей стороны обещаете, что сделаете то, что мы скажем. То есть, мы вам даем шаги, вы их делаете. Мы со своей стороны гарантируем, что если вы пройдете тренинг и не заработаете 150 тысяч в течение года в выбранной вами артовой ниши, мы вернем вам деньги в двойном размере. То есть, мы рискуем, а не вы, понимаете? Это наш риск, потому что вы заплатите нам одну цену, а мы вам вернем две цены. Но это не сильно прикольно для нас. Как сегодня сделка может принести 520 тысяч чистой прибыли. Очень просто. Вы понимаете, что, ребят, этот мир, он гораздо шире, чем вы на него смотрите. Я вам скажу так, что где-то человек одним кликом мыши зарабатывает 5 миллионов рублей. Но мы пока не там. Смотрите, речь-то раньше идет о том, что в течение года, то есть, если вы не провернете эту тему, то есть, в принципе, у вас есть год. То есть, мы вас не ограничиваем, что вы там до 3 недели, если вы не заработаете 150. То есть, кто-то двигается в своем темпе, кто-то, скажем, более медленный. Я, например, многие тренинги переслушиваю спустя 3 месяца и только потом получаю результат. То есть, эта гарантия просто длиннейшая по сроку, чтобы вы понимали. Для старта можно с нуля. Нет, Иван, мы не даем гарантии. Вот смотрите, сегодня очень много говорят про нас и про бизнес-молодости. Ну и чтобы вы понимали, бизнес-молодость не дает гарантий вообще. Мы даем вам двойную гарантию и, по-моему, этого уже более чем достаточно. Они не так крутые. Михаэль, идите к ним. Вот правда. Те, кто нам не верят, лучше не приходите, потому что вы будете в тренинге, и я вам буду говорить, развеститесь на Авито, вы такие, а можно я пойду на избрюк руки? Да не надо идти на избрюк руки. То есть, ну, если у вас есть очень сильное сомнение, лучше не пересиливайте себя и не приходите. Уберегите себя. Так, еще раз ссылка. Окей, а кто еще не выставил счет, но знает точно, что выставит. Ну, ему надо просто сейчас пойти перекурить эту мысль. Авито еще существует, я вам более того скажу. Мы постоянно, ну, как бы размещаемся. Этот мир вообще невероятный. Тут иногда все настолько просто, что мы в шоке. Рассуан пишет, они плохого не научат, деньги просто так не возьмут. Ну, если это про нас, то да, спасибо. Окей, вот кому нужно перекурить эту мысль, я бы советовал вам делать это быстрее. Я сейчас смотрю по количеству выставленных счетов. Я понимаю, что, в принципе, VIP мы больше точно никого не берем. Сейчас мы закрываем кнопку на VIP, то есть, чтобы, ну, нельзя было нажать, купить, да, заказать. Гоуд будет еще доступен. И стандарт, собственно, тоже. Он будет доступен, я так полагаю, что до сегодняшних ноль, 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 ноль. Мы сейчас с Александром Заводиным посоветуемся. О, Владимиру уже позвонили. Владимир, а кто вам позвонил? Наталья? Ну, вот кому позвонили, окей, то есть, ну, скорее всего, Наталья начала звонить. Ну, да. Так, а я все-таки не понял. Антонка у нас выставил счет. Мне нужно отметить про 30% скидки. Будет ли запись тренингов с нами после обучения? Естественно, да. Она будет всегда вам доступна. Вы можете скачать ее в любой момент. Антон, который скоро станет второй раз папой. Выставил счет или нет? Просто, ну, нам нужно понимать, кому давать скидку. А, все, выставил. Я вижу. Окей. Алексей выиграл за 100 долларов. Как купить? Так, Саша, ответь, пожалуйста, как купить. Вот, человек у нас счастливчик, и за 100 баксов подхватил себе тренинг. По e-mail уже. Так, на почту, да. Ну, напишите на почту. Кто-то он из Краснодара. Ребят, ну, молодцы. У нас уже такая практически дружеская беседа здесь происходит. Люди так постепенно отваливаются, не дожидаясь своих бонусов. Ну, и, собственно, хорошо. Ну, потому что информация ценная, и просто так, ну, то, ну, то, что мы делали, как бы, да, то, во что мы вкладывали себя, отдавать не хочется. А я напомню, мы говорим о записи кастом-арафона Александра Залогина, и о записи кастом-арафона 21 прибыльный способ заработка в интернет. Ну, как бы, чем меньше людей получат, тем и лучше. Ну, ничего плохого в этом нет. Ну, просто кто-то, ну, кому-то не повезло, правда ведь? Бывает такое, что, ну, кому-то везет жизнь, а кому-то не везет. Вот кому-то не повезло, он не дождался бонусов, рассылки его не будет, записи не будет. В чем, собственно, проблема, да? И мы подождем еще немного, станет все меньше и меньше зрения, и раздадим сбору все. Окей. Хорошо. У меня к вам еще вопрос. Вопрос по тренингу. Чего вы от него ожидаете? Вот те, кто еще не вписался. Те, кто вписался, понятно, что вы решение приняли, и вы все сделали так, как нужно. А те, кто не вписался, почему вы этого не делали, и что такого должно быть в тренинге, чтобы вы туда пошли? Делай в везении, Михаэль. Делай как раз-таки в нем. Ну, иногда в жизни так бывает, что, знаете, кто-то приходит, не может продать мясо оптом, а кто-то с одного объявления на Авито зарабатывает 200 тысяч. Алексей, в принципе, нашел то, зачем шел. Но это очень важно. Знаете, это прикольно, когда вы находите то, что вам нравится, и то, что соответствует вашим запросам, вы понимаете, что мысль материальна, и что все это не просто так. Андрей хочет пендели, результаты и жесткости побольше. Андрей, специально для вас, пендели я очень люблю раздавать, это вообще моя, наверное, вторая специализация после продаж. Ну, ребят, продажи в B2B и продажи в B2C, это, ну, два разных типа продаж, чтобы вы понимали, то есть, это не о том, это не как сетеритий с сумками. Вот, кому нужно как бы, да? Никита, если у вас недостаточно свободного времени, переформируйте его так, чтобы было достаточно. Перестаньте сидеть в контакте. У вас сразу два часа в сутки освободится. Я вас уверяю, удалите свой аккаунт, три часа в сутки будет. Будет очень много практики, то есть, смотрите, мы не даем практические теории. Мы минимально объясняем, что делать, и пинаем вас делать. А потом мы объясняем, зачем вы это делали. Потому что, если вам сразу объяснить, зачем, вы ничего не сделаете. Вам будет понятно и уже неинтересно. Наша цель запинать вас до результата. сколько по времени занимает регистрация ИП? Регистрация ИП это ерунда. 5 дней 800 рублей. Я буду про это рассказывать. Ну, сейчас вам это не нужно. Сейчас вам ИП не нужно для старта. Вам не нужно ИП, вам не нужно ООО, вам не нужен сайт. Для теста ниши вам нужно только тестировать нишу. Потом, да, как бы, у вас будет и сайт, и будет ИП, и все остальное. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, что вам нужно такого еще сказать. Вот. Знаете, иногда мне хотелось, чтобы мне, когда рассказывали о каком-то тренинге, так, ну, сказали, у тебя получится. Вы знаете, как два друга иногда сидят в кафе, и вот, ну, у одного что-то плохо, а у другого хорошо. И вот один другому говорит, слушайте, у тебя все нормально будет, у тебя все получится. Вот иногда это было решающим фактором. Если это ваш случай, как бы, да, то принимайте решение. Ой, все еще про пенсионные взносы. Я тут ребятам про одно, а вы про пенсионные взносы. Ты черту их, это что вообще, о чем? Если сравнивать с кастомарафоном, я бы привел пример, но здесь много девушек. Вот, с кастомарафоном, если тренинг сравнить, я буду более корректным, я не буду привозить этот пример, Рустам, напишите мне вконтакте, я лично объясню, чем отличается кастомарафон от тренинга. Ну, хотя нет, я все-таки скажу, то же самое, что рука и девушка, вот две разные разницы. Кто понял, тот молодец, да? Ну, на самом деле, я не знаю, как вам еще объяснить, то есть, чтобы было понятно. Окей. Хорошо. Сейчас времени у нас уже прошло достаточно. Ну, мне больше, мне больше добавить совсем нечего. Все, кто принял решение, те приняли решение. Все, кто сейчас не выставил счет, вы на самом деле тоже приняли решение оставить все, как есть. Оставить все по-старому, продолжить заниматься тем, чем вы занимаетесь, и не получать абсолютно результаты в новом ключе. То есть, вы продолжаете получать те же деньги, вы продолжаете ходить теми же маршрутами, вы продолжаете жить той же жизнью, и вы приняли это решение. Это принял решение не я, это приняли решение вы. Ну, и как бы вы за него в ответе, да? Да, вы приняли это решение. Как я зарегистрирован в ВКонтакте, здесь кто-то давал на меня ссылку, можете дать еще раз. Окей, вот ссылка на то, чтобы выставить счет. Для того, чтобы получить те бонусы, которые мы вам сегодня обещали, нам вам нужно написать на insobaka.adfiz.login.com Мы вам все скинем. Вот, Александр подсказывает, письмо нужно сделать с темой бонус, чтобы он вас отличил. И, ну, как бы, помощница Александр вам вышлет. На слайде написано, куда писать. Вот, это я ВКонтакте, кому я там, собственно, нужен. Окей. И, так. Да, письмо с темой бонус. То есть, смотрите, помощница Александра вышит вам бонус. Наш менеджер проекта на результат позвонит вам уточнить вопросы, связанные с оплатой. Вопрос. Есть ли вовсе дергаться, если у меня там цель только денег поднять? И, как говорят, ВМ ничь не зажигает. Вы что думаете, реально, меня искренне зажигает черный металл? Я просыпаюсь с утра с мыслью о том, как же это круто, черт возьми, я сегодня увижу снова арматуру. Дорогая ж ты моя, да? Вы реально так думаете? Я не знаю, но, смотрите, есть такое понятие, как ниша не зажигает. Для меня, ну, критерии иногда, то есть, вообще все люди продаются, чтобы вы понимали, да, как бы, ну, кто еще до сих пор думает, что эти миры правят добро и любовь, люди все продаются, просто вопрос цены. Для меня опт это взаимовыгодная сделка. Меня опт не парит. То есть, что значит, он мне не парит? То есть, он мне сильно радости не приносит, и в то же время он беспокойствия не доставляет. Иван, я ответил на твой вопрос? Отлично. Давайте, у кого еще какие-то остались вопросы по нашему сегодняшнему мероприятию, по предстоящему, то есть, у кого технические вопросы и так далее? Я вам сейчас на них отвечу, чтобы не оставлять вопросы без ответа, я обещал. Саш, и, пожалуйста, ссылки на свои книги здесь просят. И Андрей говорит, что покупал гастомарафон, можно ли в частном порядке дать какой-то другой продукт? Да, можете мне написать, я вам дам какой-нибудь свой продукт. чтобы написать нам на почту, нужно написать на supportsobaka на результат.com Когда будет следующий тренинг? Наверное, осенью. Николай спрашивает, разное будет время у тренинга по купонникам и по опту. Ну да, естественно, то есть я один, и я не смогу вещать на двух площадках. Будет время разное. Вот, поэтому будут идти туда и туда, и, ну как бы, если где-то что-то не выстрелит, в другом месте обязательно выстрелит. Так иногда бывает. Я знаю, что кто-то проходил у меня тренинг по интернет-магазинам, а у них выстрелил лоб. Или кто-то проходил тренинг по скидкам и начали заниматься там продажей черной икры, собственно, о чем бы нет. Вот, поэтому здесь, ну на самом деле, тренинг, это не всегда вот то, о чем, да, он заявлен. Каждый берет для себя то, что ему нужно. И, возможно, вам просто нужен пинок, вам не нужно больше знаний, вам нужно, чтобы вас пнули и сказали, черт, хватит, сидеть, иди, сделай. Вот, возможно, вам нужен тренинг только для этого и вы будете приходить за пинком. Возможно, вам нужна путок, возможно, вам нужно общение, возможно, вам нужно персональное внимание, возможно, вам нужно больше уверенности. Еще пару предостережений, о которых я хотел бы сказать. Ваши друзья, скорее всего, перестанут понимать то, чем вы занимаетесь, почему по вечерам вы не тусите, а сидите возле компьютера как приководы и делаете то, что вам говорят. У вас станет меньше времени и совсем другие интересы. Иногда это бывает тяжело, но мы тренинги поддержим. И второй момент, вам действительно придется меняться, вам придется перестаивать ваши мозги, с этим ничего не сделайте. Так, окей. Ваши вопросы? Давайте сейчас вопросы. Вопросы по сегодняшнему дню, по предстоящему и будем финалиться, потому что голос немножко уже дает о себе знать, как подвигает, что Александр говорит, ты слишком заболтался. Все уже устали тебя слушать, давай завязывай. Петр говорит, в инфе написано более семи книг по продажам в интернет. Это у Александра Залогина. Это не у меня. Не надо нас путать. Мы, конечно, у нас имена одинаковые, но все-таки мы разные. Так, Антон говорит, есть постоянная работа с 9 до 6, увольняться не придется? Пока нет. Пока я вам даже не советовал бы этого делать. Особенно, если у вас есть какая-то ответственность перед ребенком и так далее, перед супругой, перед самим собой, в конце концов, кредиты и так далее. Но не нужно уходить в пропасть. Когда вы поймете, что ваша ниша выстреливает и она уже приносит денег в два раза больше, чем ваша работа, то тогда уже можно увольняться или, по крайней мере, об этом думать. Вообще, прежде чем увольняться, всегда должна быть финансовая подушка безопасности. Ладно, я безбашенный как-то, да, уволился в пустоту и уехал жить в другой город. Взял кредит и открыл бизнес. Потом его провалил. Но я хотя бы знал, что я как бы справлюсь с этим. Так, еще раз ссылку, ну, если пропустили. Записался на стандарт, да, будет обратная связь, естественно. Если вы записались на стандарт, обратная связь обязательно. Ну, на самом деле, сегодня очень круто получилось и мы с вами сработались. Мне понравилось. Вначале у нас было некоторое количество троллей, но без этого никуда. Каждый раз, когда вы высовываетесь куда-то выше, чем обычно, вас будут троллить и вас будут сильно не любить. Ну, по факту. Вам будут постоянно говорить, что вы занимаетесь не тем, что пора бы заниматься чем-то серьезным, что, ну, хватит заниматься ерундой и так далее. Ну, так как сегодня в чате были люди, которые молодцы и все все знают. У нас банк работает прекрасно. Мама тролись, бабушка. Это нормально. Иван говорит, очень круто продает. Это начальный навык какой-либо в процессе работы. Нет. Я изначально родился обычным ребенком, но, знаете, у меня было две руки для ноги, голова, и у меня не было особенных талантов. Я вам скажу больше, в школе я... Ну, в школе я как бы был не самым популярным человеком, и с моим мнением не всегда, в общем-то, считались. Вот, я не умел продавать, я не умел отстаивать свое мнение, свои позиции и так далее. Я не был никогда мега общительным человеком. То есть, я это в себе натренировывал, потому что я понимал, что люди, которые не умеют общаться, никогда не заработают денег. Можно ли поговорить с нашим учеником? Да, пожалуйста, на странице с отзывами, на странице вот... Писать. И вы не поверите, там есть на них ссылки. Удивительно, правда? И если открыть страницу, взять и посмотреть. Ребят, ну, это, по крайней мере, странно, да, говорить, что... Ну, можно пообщаться с нашими учениками, когда вот здесь есть ссылка. Вот здесь вот есть масса ссылок, поэтому нажимайте. Хорошо. Петр говорит, вот подождите минуту. Так, все. Все, да. Окей, хорошо. Ребят, у меня будет еще к вам персональная просьба тем, кто зашел до конца и тем, кто уже... У меня будет к вам персональная просьба на наш суппортсобагонарезультат.ком написать три тиреи Дженни отзыв о прошедшем мероприятии. Что вы вынесли из себя, как вы можете это применить и так далее. Все, вы слышали о столбфьюжен. Вы офигенно закончили вебинар. Я терпеть не могу столбфьюжен. Я всех баню. Если вы столбфьюжен и выставили счет, не оплачивайте. Вот если вы из столбфьюжен или из МММ, моя персональная рекомендация. Лучше не оплачивайте сразу. Я на всякий случай говорю, потому что я из тренинга выгоняю всяких МММщиков. Отзыв пишем на наш субборд. Ждем звонка Натальи. Ждем бонусов, которые мы вам даем. Андрей, я уже сказал, что я презираю людей, которые в столбфьюжене. Я отношусь к ним так же, как к МММщикам. Окей. На сегодня у меня все. Мне было очень приятно с вами пообщаться, поработать. Мой голос дает уже о себе знать. Всем хорошего вечера. До встречи в тренинге. Я надеюсь, что вы сделали верный выбор и понимаете, что либо вы остаетесь там, где вы есть и откатываетесь назад, либо вы идете вперед и растете. На сегодня у меня все. КОНЕЦ ИНОСТЬ КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...